Сейчас Крым охраняется, ну, я такого даже не видел и не ожидал, лучше, чем где бы то ни было. А как они ходят туда, к морю? Господи, куда? Меня только лезет. Геракуа, отдыхающего на берегу моря. Все, что вам надо, на море есть. И это все есть в Епатории. Немного осталось, какой пляж разровняет. Это из минарета звуки. Вау, тут еще какой-то... Вот такие невероятные места, вау-вау эффектом, очень круто. В этих местах огромное количество разнообразных бухт. Друзья мои, это Крымские Мальдивы, супер просто море, лучшие крымские пляжи. Как разнесло это кафе. Крым продается весь. Это, друзья, вокальская коса. Две прикроватные тумбочки, двухспальная кровать. Как можно было договориться, чтобы тебе разрешили построить прямо вот настолько близко к морю? Это, возможно, остатки кораблового рифа. Смотрится действительно очень круто. Внимание сразу сможет укусить. Делают тротуары, благоустраивают газоны. Не останавливайтесь. Лишение прав, да? Морюшко, сейчас здесь чистое, прозрачно. И щипят друг на друга. Добрый солнечный день. Еще из Краснодарского края, но меня украли. Мы едем в Западный Крым, дорогие друзья. Цель на бензин хочу сравнить с Крымом. Здесь у нас дизель стоит на Луколе 62-11, 92-53-34, 95-59-06, сотка 71-79, пропан-бутан 28. Сравним, почем в Крыму. Отправляемся мы на западное побережье. Досмотры на Крымском мосту мы прошли. Заняло это 5 минут. Очень быстро, очередей нет, работает много на пропуске. Стоят на сканерах те, кто везутся в очень много вещей. Это Елена. Знакомьтесь. Да, да, да. Олечка. Привет, Сахалина и еще Леночки с Екатеринбурга, с которыми сегодня переписывались. У меня вот такой сюрприз. Юра сегодня у нас удивительное путешествие. Юра сам расскажет куда. В Крым мы едем. Юра уже немножко рассказал. А это пирожки. Я хочу маму Елены, Александру поблагодарить. Это восхитительно было. Он был полностью битком. Это все съел я. Плакала моя диета, друзья. Это пипец. Мне каждый день кто-то сбивает с дорогого пути. Причем Юра сказал, наверное, с капустой буду, с картошкой, наверное, нет. И съел в первую очередь все с картошкой. Потому что, и удивительно, тающие во рту пирожки. Волшебные. Да. Кто хочет пирожки от моей мамы, приезжая в Анапу, предупреждайте. Сделаем под заказ. Так, поехали. А то стоим до пути пропуска. Да, поехали. И впереди у нас теперь Крымский мост. Очень люблю, как он выглядит издалека. Сам красавец. Крымский мост. Раскинулся над Керченским проливом. Красота, ребята. Всегда испытываю здесь неподдельные чувства радости, когда проезжаем. Сегодня море в дымке. Сам мостик меня реально радует. Дай Бог, чтобы стоял всегда и радовал нас. Ну и здравствуй, полуостров Крым. У Керчь впереди. Красавица Керчь. Надо будет сходить, посмотреть какие там есть изменения. Давно не было в Керченске. По расстоянию. У нас из Анапы получается 5,5 часов 470 км ехать в одну сторону. Если мы не успеем подснять всю красоту, то мы там останемся с ночевкой. Заодно покажем, где в межводном можно вам и заночевать. Я думаю, что будет интересная экскурсия. Очень красиво. Очень красивое место. Я всегда гарантирую красоту. Если говорю, то это точно так. Дай Бог, чтобы так и было. Я люблю по красоте. Сейчас трассы у нас вообще не загружены. Машина двигается по минимуму. Все больше появляется заправочек на крымской трассе, Тавриде. И двигаться вообще великолепно. Сейчас трассы не загружены. То есть 110 как минимум можно ехать. Интересно следите за камерами, чтобы не нарушать такая шикарная трасса. И вот на горизонте уже видим Феодосию. Добираемся до Белогорска сегодня под солнечными лучами. Посмотрите, как выглядят эти белые скалы. Здесь вид еще красивее. Если бывали на этих скалах, напишите тоже. Пока дорога еще строится, они знают. По Тории мы проезжаем через Саки. Я знаю, что Саки тоже любят очень многие. Сегодня здесь солнечно и красиво. Это озеро Тобе Чокрак. Смотрите, какие здесь новые новостройки. Территории прилегающие делают. Интересно. Если вы в курсе, сколько стоимость здесь в квартирке, напишите, пожалуйста. Я вот очень давно не был в Западном Крыму. Проезжая в Саки, начинаешь вспоминать то, что ты о них когда-то читал и что-то знал. Для меня вот Саки это именно грязь и лечение. И вы можете, кстати, написать в комментариях, если отдыхаете где-то в этих районах. Почему? Выбирайте, например, Саки, а не Евпаторию. Потому что они рядышком находятся. Полтава, Крым, Клинический санаторий. Отсюда мы уже видим важные территории. Ух ты, какое тут строительство. По дороге к Евпатории мы видим, здесь идет строительство довольно-таки бурное. Работает большущая техника. Прокладывают новые дороги. Потому что я думаю, что здесь зона подтопления. И надо осушать эти места. И с левой стороны можно увидеть, тоже возводятся. Ну, это, наверное, гостиницы. Там квартирные дома. Хотя, может быть, ипотека и рассрочка. Значит, тоже квартирные дома. Это то, насколько здесь востребованы места для проживания. Там с дачи в аренду. Потому что дальше начинается все частный сектор, частные гостиницы. Аквапарк проезжаем. Насколько помню, эту трассу затапливало во время шторма. Здесь и строительство шло в предубрежной зоне. Там и пляжные территории порядочком. Но волны переходили туда дальше. В озеро Сосык пытаюсь добраться. Какова красота, ребят? Я попросил заехать и здесь остановиться. Потому что тут на въезде в Эвпаторию мы видим и весь город. И золотые пляжи этих мест. Здесь, смотрите, какая тема. Не знаю, конечно, это место в межсезонье платное, не платное. Можно ли просто приехать отдохнуть. Сейчас никто ничего не просит. И если вы смотрели информацию, когда был шторм века, то здесь волны врезались в берег. И бежали туда дальше. Защиту строили. Мешками с песком. Как говорится, море само знает, как ему надо и что. Морешко сейчас здесь чистое и прозрачно, как в принципе и всегда. Ну вот такая береговая линия. Единственное, что нет никаких деревьев на берегу. Вот бы хотелось, чтобы они были. Ну и мы едем не сюда, мы едем еще дальше. Но все равно просто попросил остановиться, чтобы увидеть эту красоту и панорамку вам показать. Я поймался на мысли, что я залипаю. Тепло очень хорошо сегодня, безветренно. Единственное, вот эти вот тучки меня, конечно, напрягают, которые висят в том месте, куда мы едем. Но надеюсь, что Бог нам подарит хорошую погоду. И мы с вами погуляем по Ленивке, на Таханкут сходим. Эфатория. А здесь по левой стороне обещают реализовать проект «Золотые пески России». Будут построены небоскребы, как в Дубае на берегу моря. Будем следить за этой информацией. Если вам интересно, спрашивайте у Елены, она вам все об этом расскажет. Здесь памятник Великой Отечественной войне. И очень показательно, что да, сейчас там лежат блинки с цветами. То, насколько здесь не сносят памятники, а чтут память о наших воинов. Въезжаем в Евпаторию, и вот здесь напротив линии морской за ЖД путями есть земли у нас на продажу, ЛПХ. Всем, кому интересен Евпаторий, есть возможность здесь приобрести землю для личного строительства и проживать напротив будущего проекта «Золотые пески». Вот такие вот бунгало возле моря. Кстати, все тут устояло, это радует. И чем-то Евпаторий напоминает Феодосию. Так же въезжаешь, так же песчаная коса, а дальше уже расположен город. Но на этом, как говорится, сходство и заканчивается. Эти места, думаю, многие любят, потому что здесь самые популярные, самые чистейшие пляжики. Земли ЛПХ 6 соток стоит 520 тысяч рублей. Очень доступная цена. Вот смотрите разницу между нашими анапскими лебедями и здесь, которые находятся впереди в Подторий. Тут они прям повыходили, лишь бы их покормили. Лапочки. Еще пять друг на друга. Два, которые сидят, там боятся. Там все. Тут и утки повыходили, и лебеди. Людям большое спасибо. Какие красавцы, как они не боятся. Мне больше кажется, что это уже как домашние животные. Какой красавчик. Я тут могу остаться задолго, лебеди просто восхитительные. Я думаю, многие расстроятся, что мы, конечно, сейчас не заедем на набережную в Подтории прогуляться. Я, потому что был в старом городе. По-моему, один или два раза приезжал сюда. И мне там, честно, очень понравилось. В те моменты восстановления Крыма было много вопросов по уборке. Но даже сейчас мы заезжаем. Видим, здесь все чистенько убрано. Мусорные мешочки. То есть все уже настроено и работает именно так, как надо. Везде меняются покрытия. Здесь эти ремонты ведут. Но мы, к сожалению, не туда. Мы уходим в сторону еще более западного побережья Крыма. Хотел бы еще, конечно, в Штормовое, в Поповку, в Мирное, на Донуслав заехать. Там невероятная красота. Мне тоже очень понравилось. Ну, как-нибудь в другие разы. Хотел сравнить цены на бензин. Сотка 79,99, 95, 61,99, 95, 59,79. Я надеюсь, что все остальные вы с собой разлетели. Здесь стоит поезд. Там он машет. Потому что там идет. Едем, едем. Не останавливайтесь. Такое тоже возможно. Лишение прав, да? Я там ставил регулировщик и махал, что можно проехать. Едем вроде по окраинам. Тут кладбище рядышком. Видно, что делают тротуары. То есть благоустраивают газоны. Прям при нас люди работают. Уже сколько времени прошло. То есть центральную часть получается там уже более-менее облагородили. Сейчас взялись в таком формате в виде делать уже все остальные. Но работы здесь еще колоссальное количество. Дальше степи, степи, степи. А вот здесь должно уже прийти объездная. Очень ждем ее открытия, чтобы вообще не трогать город. Будет вообще шикарно. Вот такие тут масштабные просто строительства на западном побережье идут. Проезжаем поселочек Воробьево. Далее у нас вот такая вот полосная дорога. Именно до Черноморского. Чуть-чуть у нас погода испортилась. Такие облачки заходят на нас. А это озеро Донуслав. Соленое соединяется с морем. Такое оно во всей красе. С тучками тоже очень класс смотрится. И по пути следования у нас появляется Черноморское. Можно было его объехать, но мы хотим проезжать именно по асфальту. А за ним сразу море. Здесь в Черноморском, прямо рядом с населенным пунктом, где проходят электрические столбы, есть тоже свободный инъектар на продажу. С правой стороны проезжаем здесь частный сектор, а впереди мы видим и заправочки, и многоэтажные застройки. Также видим реконструкцию домов. У нас поворотная оленевка-окуневка, в которой мы постараемся тоже побывать в этом видеосюжете с вами. Ну и здесь можете увидеть, как выглядит. Так, 92, 54,80. Дизельная 65,80. Газ по 30 рублей. Вот с такой большой застройкой Черноморское не считается городом, а это ПГТ. Хотя в интернете всплывает, что местные жители его называют Черноморское и считают городом. Он действительно большой. Имеет свою бухту и пару озер вокруг него. Вон, прекрасная симпатичная автостанция. И вдоль всей улицы у нас пятиэтажные до шестиэтажные дома. Очень интересное ощущение. Мы ехали по степи, степь, степь, степь. Тут бац, попадаем в такое городское пространство. И все это забывается. И ты понимаешь, что ты находишься на берегу Черного моря. То есть это тоже курорт, только пока еще менее востребованный, чем то же самое южное побережье Крыма. Но чисто, ухоженно и в центре даже очень-очень красиво. Дома реставрированные, что смотрится очень приятно. Первая школа. В той стороне мы видим вообще очень большой комплекс застройки. Идет именно отели. БГТ имеет и газификацию, судя по трубам. Хочется вам показать, как после выезда с поселка застраивается. Здесь все, то есть проведено электричество и очень много новых домов. Что с левой, что с правой стороны от дороги появляется. Как бы не странно, к морю люди всегда тянутся. Тем более ценник на землю здесь сейчас очень приятный. Двигаясь из Черноморского в Межводное, на берегу моря, мы вам хотим показать место, где человек купил себе гектар земли и разводит здесь какой-нибудь кого, на берегу Черного моря. Это страус, ребята. Сейчас я вам все покажу. Но самое главное, что земля так и осталась в том назначении, которое ему было, сельскохозяйственное. У него здесь на берегу моря легкие строения. Имеются солнечные батареи. Вижу, что стоит водонагревательные элементы также от солнца. То есть горячая вода оттуда берется. И он поставил себе столб для того, чтобы ему подключили электричество. Также у него на территории есть своя, собственно, уже небольшая ТП. Вижу ветряки. То есть все сделано на то, чтобы электричество получать от природы. Это все прямо на берегу морском стоит. Это невероятное просто ощущение, когда ты живешь себе один в прекрасном месте Черного моря. Овечки. У них свой загон тоже, вот смотрю, с подогревом. Все на видеокамерах стоит. Ну, а это страуса. Говорят, что уже даже маленькие появились. Тех людей, которых мы спрашиваем. Тут написано даже, внимание, страус может укусить. Страусиная ферма у нас в Анапе тоже имеется. Вот так вот. Прям сделано для людей. Здесь приходи, смотри. Тут даже одну верхнюю доску убрали. Понимаешь, страус даже не летает, не убегает. Можно их или покормить, или кто-то, наверное, может вообще выпускает побегать на улицу. Это вообще какой-то сидячий страус. Он прям при мне уселся. Может, он так зовет кого-то. Хе, прикольно. Специально прошел участок в профиль. То есть, видите, небольшая площадь занимается под животных. А остальная, в принципе, свободна. Здесь я смотрю, что сделаны еще сваи под установку, походу, еще каких-то домиков. Потому что вот тот вот контейнерного типа можно использовать даже для экотуризма. Приезжать отдыхать в Индомном море. Ухаживать за домашними животными. Здесь уже сделана дорожка. И, так понимаю, что спуск к морю. Также стоят две валочки для созерцания Черноморского побережья. Каких-то капитальных обложений это все не требуется. А теперь обратите внимание, какой в этих местах пляж. Берег такой довольно-таки высокий, скалистый, известняк. В основном порода. На море, конечно, будет очень интересно. С этими камушками обрамлена и лесенка со спуском к морю. Честно, даже не ожидал. Мне очень сейчас на вид это нравится, как выглядит. Представляю, как тот летний период. С маской и ластами можно наслаждаться. Вот так вот выглядят дикие спуски к морю. В общем, тут, смотрю, мидии. Кто-то ел. Ракушки лежат. Богатства морские здесь на этом не заканчиваются. Вот такое вот невероятное побережье, ребятки. Я, конечно, предлагаю вам. Давайте еще обойдем с той стороны. И посмотрим, как выглядит поближе. Допустим, вот этот домик из контейнеров. Этот минимум, понимаешь, что сверху там номер на две комнаты. Потому что два кондиционера бежу, наверное, снизу уже так же. В вариации, как говорится, использовать эти знания. Смотрится это действительно очень круто. Мне, по крайней мере, эти места заходят в таком формате. На берегу моря еще. Я представляю, как это выглядело бы круче под солнышком. Под вечер даже стало холодно. Пришлось одевать шапку. Хотя сегодня температура была плюс 14 градусов. Я надеюсь, что не обидится, если мы воспользуемся этой лесенкой. Спуститься к морю. Я, конечно, просил разрешения. Но нет ни у кого спросить. Просто хочется посмотреть. Это твой, чисто твой пляж. Личный. Как я не зря спустился, ребят. Вот это да. Назвал это известняком. Это, возможно, остатки кораблового рифа. И за счет этого еще и у моря такой красивый цвет. Потому что на этом уровне, конечно, совсем все по-другому выглядит. Спустившись вниз, я тут просто обомлел от всех этих видов. От этой красоты, от фактуры этого камня. Как это все смотрится красиво. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Я представляю, как здесь классно отдыхать в летний период. Я вот понимаю, что кто-то любит песчаные пляжи. Я их тоже очень люблю. Кто-то любит, возможно, какие-нибудь каменные, галечные. Я бы с удовольствием на таком пляже отдохнул. Если вдруг вы отдыхали в этих местах, напишите, как здесь море вообще. Как здесь плавание с маской, с ластами. Вот подводная охота. Там поохотиться на минги или еще. Что я очень с удовольствием вас послушаю. Так что вдруг от вас ваших комментариев, как говорится. От души делайте, ребятки. Делитесь информацией. Специально отъехал немножко подальше от этого местечка, чтобы оценить масштаб. Здесь, кстати, вот берег еще выше чуть поднялся. И туда он уже переходит в порт или бухту прямо называть Черноморского. Побережье довольно-таки интересное. Но сейчас посмотрим с той стороны как раз-таки именно построенные домики. Конечно, нам хотелось бы прям пообщаться с хозяевами, но, к сожалению, никого из них не видно. Вот вам летний душ, вот вам из контейнера тоже сделан зимний душ, о котором я рассказывал с той стороны. Интересно была вот эта конструкция из двух контейнеров. То есть реализована она в виде домика. Монтральчик стоит. То есть такая шикарная зона отдыха. Там я смотрю, что даже мебель была сделана. Вот так вот, ребятки. Пользуйтесь. Я вижу, что забор был. Возможно, что человек еще в эту сторону тоже решил прикупить себе землю. Мы по черной территории лазить не будем. Нам так теперь хватило, что мы сходили, посредственно, к морю. Навес. Контенния вторая вот таким боком лежит. Слушайте, ну прям круто смотрится. Мне очень нравится. С этой стороны, видите, выше моря, чем с той стороны участка. Поэтому, я думаю, там как раз-таки был реализован спуск к нему. Вот такой вот берег нас ждет именно в этом месте. Здесь мы все посмотрели. Жалко, не познакомились именно с теми людьми, которые здесь проживают. Ну и передаем привет. А вдруг они увидят свою струсиную ферму. На нашем видео мы отправимся в Межводное. Елена радуется появлению газа у ее участков. Мы уже на въезде в Межводное. Вот там Стелла. Межводное отсюда начинается. И где здесь ваши участки? По правую сторону. Рядочком. В подъезде к поселочку. Здесь стоят столбы под электричество. Газовая инфраструктура. То есть Елена очень сильно радуется, что здесь появились коммуникации рядышком с ее участком. Конечно, земелька выросла явно после этого. Но это озеро Панское и его заливы. На объезде в Межводное мы сейчас проезжаем вот пляжную территорию. Здесь такой белый песчаный красивый очень пляж. Елена говорит, что здесь народу было в свое время больше, чем в Анапе на этом пляже. Все люди загорали стоя. Вот эта вся коса, это вся центральный пляж с белым песком в Межводном. Также мы видим Троица. Много гостиниц разнообразных. Прибрежный район. Здесь очень сильно развивается. Межводный центральный пляж, он очень популярный в советских времен у многих людей. Особенно из Украины и Белоруссии приезжали в свое время. И здесь правда загорали люди, как говорят сейчас в Анапе стоя. Яблоко негде было упасть, потому что несмотря на протяженность два с лишним километра пляжа, весь пляж был загружен отдыхающими людьми. Но сейчас это не такая загрузка, но это всего лишь дело времени. И пляжные территории, они остаются и они благоустраиваются и продолжают расти здесь, как грибы. Какие-то отели, мини-отели, гостиничные домики. Мы центральный пляж проедем, посмотрим оттуда. Там чертово колесо есть, все для отдыхающих, кафешки, гостиницы. Очень удобное расположение, выход сразу на прогулочную улицу. Какие-то ресторанчики, кафешки, рыночки. Очень уютный поселок, конечно, для отдыха, очень уютный. Плюс по правой стороне от асфальтной дороги два соленых лечебных грязевых озера. Ярлгач и Джирлгач. Это тоже свою категорию клиентов привлекает для того, чтобы приезжать и принимать грязевые ванны. Климатотерапия. А это вот улица, я почему остановилась. Курортная улица. И влево от этой улицы есть выходы именно к морю, центральному пляжу, благоустроенному для хорошего спокойного отдыха. Территорию именно в пляжную сторону старался вообще, в принципе, не показывать, потому что там сейчас наши дорогие солдаты берегут нашу с вами безопасность. Сами понимаете, что приехать, а раскрывать позиции я ничьи не хочу и этого делать, в принципе, не буду. Сейчас, ребятки, работает магазин южный. Мы отправляемся прогуляться по межводной прогулочной зоне отдыха. Лево-вправо есть выходы. Как и говорила Елена, нашим дорогим солдатам, отдавшим жизнь в Легкую Отечественную войну. Мы уносим с вами свободу. Фонарики, разнообразные заведения. Самое главное, я понял, любитель поесть. В общем, все сходу. Дореки, шаварма также есть. И гостиницы, которые стоят на береговой линии. Можно выйти на пляж. Туда дальше центр города. Видно храм, универсал и все остальные нужные вещи. Ну, просто хочется именно море посмотреть, как выглядит в самом центре поселка. Пока нет листиков, можно разглядеть краски корпуса для отдыха. Здесь вот такая большая территория. Никаким не используется. Ну, перед самым морем тут уже новые гостиницы построены. Ну, как это я, может, говорю, новые. Не знаю, пока они, наверное, выглядят свежее, чем та, которая сзади была. Везде сидят котики и что-то ждут. Эти какие-то не сильно общительные. Все ушли. Кис-кис-кис. Ну, значит, их кормят. Они просто сидели, смотрели по сторонам. Выходим, кстати, по улице Пограничная. Здесь перед выходом кафе Пальмира. Все под видео наблюдением. Пляжная территория. Кстати, песочек, слушайте, чем-то, мне кажется, на наш похож. Территория пляжа тоже после шторма века немножечко испортилась. И саму бухту животного, и береговую линию. Кстати, есть немножко водорослей, которые повыкидывали, но море, говорят, здесь не цветет. Можем увидеть, насколько прозрачная водичка и манящая. Пляж тоже, видите, мелкий начинается, и туда идет на углубление. Ну, и территория пляжа, видите, туда дальше по всей бухте расположены. Центральный пляж в Межводном от этого выхода с поселка идет вот по этой косе. И прямо аж до озера Панского вот эта вся коса. Весь этот периметр, сезон очищен, понятно, все белый песочек. И везде, везде, везде стоят шезлонги, люди. Обустроенные пляжи. Сейчас просто ту часть закрыли в этом году. Была только здесь пляжная такая обустроенная зона. Но вообще пляж очень большой. Единственный вопрос – это вот как можно было договориться, чтобы тебе разрешили построить прямо вот настолько близко к морю? Наверное, можно. Поворачиваешь камеру и в ту сторону тоже вот как это не делают. Просто вот капитальные красавцы прямо вот в море строят. Там даже вот видно бетон залили сюда подальше. Это на сколько ему еще говорить? Давай еще, 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 еще. А так место прямо интересное было бы, конечно, здесь и летом побывать. Надеюсь, меня позовут на летний сезон. Да-да-да, обязательно летом приедем. Посмотреть, как он выглядит под солнышком красиво. Все, спасибо большое. Я напросился. Красотища, ребятки. Возле моря, кстати, гораздо теплее. Выхожу на пляж Межводного. Сейчас, конечно, середина сентября. Народа достаточно мало. Погода прекрасная. Море теплое. Вот эти беседки знаменитые с красными шторками. Белоснежный песок. Все как надо. Снимаю малую часть пляжа. Песок прям белый. Немножко медуз к берегу прибило. Вот такая тут красота. Дно просматривается даже на несколько метров от берега. Еще одним из прекрасных таких мест становятся два озера. Ярлгач и Джарлгач. Они рядышком и разъединяет их вот эта вот дорога, которая ведет в поселочек. Елена говорит, что эти озера очень соленые. И здесь в летний период времени люди обмазываются грязью, а потом обмываются уже в озере. Очень полезно грязь и лечение. Если вы здесь были, то пишите об этом. Так как водичка еще и очень соленая, то это оказывает свои свойства, как мертвое море, что ли, на организм. Сейчас воды здесь много. Видите, что местами мы оттуда проезжали, там дорога практически перемывается. Ну, а так это в нашем, наверное, восприятии, как лиман Витязева. Единственное, что здесь, видите, у нас не ил сразу идет, а какие-то песчаные насыпи. В земельной участке вот за озером Джарлгач там есть свободные гектары земли тоже на продажу. Отсюда можно разглядеть, насколько много построено гостиниц. То есть и больших, и маленьких, разных. Это вот как раз таки о популярности среди туристов этого места. Вроде бы западном побережье, а что мы о нем знаем? Да практически ничего, потому что находится далековато, но здесь свой самобытный отдых. 5 километров, не разгоняйтесь выше, 50 ремонт дороги. Сейчас мы выезжаем из Межводного. Можете увидеть, как как раз таки поля здесь осваиваются и застраиваются. И газ приходит, и электричество есть. То есть Межводное постоянно развивает, потому что возле берега моря, как вы понимаете, всегда есть желающие купить землю и вложиться на инфраструктуру. Как с одной стороны дороги, так и с другой стороны дороги. Вот там уже за обрывом это море. Интересно, от которого мы проезжаем, это раньше здесь были оливковые сады. Сейчас их уже не возделывают. Сейчас проезжаем миндалевые сады, молодые, насаженные несколько лет назад. Фермер переехал сюда в Межводное из Тюмени. Здесь сажают миндалевые сады, персиковые, виноградники. То есть мы сейчас вдоль лесополочки едем к одному из участков, на которых лежит Елене. Тут вот спаханное поле, а впереди яйца моря. Красиво идет, конечно. Туда ведет и более хорошая дорога. Но мы решили как-нибудь сократить расстояние. Посмотрим, что из лица получится. Сейчас проезжаем здесь. Вот фермер живет уже давно. Тут деревня, как называлось, Калиста. И здесь у них даже электричество есть подведенное. Вот рядышком берег моря. Мы уже практически подъехали на участок. Здесь у курочек держит. Вот мы сейчас находимся по кадастровой карте, как раз таки на том участке, который чуть больше двух гектар. И находится вот он здесь, с правой стороны. Давайте подъедем туда поближе к обрыву. Такое вот поле. Здесь люди селились в лице издревней. Так как была и деревенька, собственно, и места эти были привлекательны. Дорога выходит с этого участка. То есть он как раз таки здесь расположен. Там еще одно фермерское хозяйство. С правой стороны еще приехал человек, купил себе, огородил. Самое главное, что это в 250 метрах находится от Черноморского побережья. То есть все максимально близко. Приезжайте, покупайте. Выглядит пляжи в летний период. Там можно было подходить, посмотреть. То есть даже песок мы можем с вами раздычить. Вот такой замечательный закат на наших полянках. Земельный участок 2 гектара находится в таком месте, где очень развивается район. Сады с двух сторон. Миндалевые, персиковые. Чуть дальше по берегу моря Рыбстан, Бурнель. Есть фермеры местные, здесь занимаются фермерским хозяйством. Но в планах здесь у местных фермеров дальше строить винодельню для экотуризма, привлечения туристов в эту зону. Здесь есть участки, которые проданы под 6 соток, под клубные поселки. Сейчас просто этого ничего не видно. Но когда все будет спокойно и наступят другие времена, я думаю, здесь будет очень активно развиваться инфраструктура и туристические объекты будут появляться. Мы специально возле Страусиной фермы показали, как выглядят пляжи. Они здесь тоже очень похожи на то место, но тут невозможно к ним подойти из-за того, что там ведется охрана нашего Черноморского побережья. Ребятам мешать как бы не хочется и создавать нервозную остановку, бегать там с камерами тоже. Поэтому все как есть, вам по-честному говорю, то есть нас охраняют и берегуют. Это только плюсом является. Поехали дальше, посмотрим, что здесь на западном побережье есть еще. Вот здесь с правой стороны на огромной территории под сады ушли, а с левой стороны сажают пшеницу той земли. Здесь очень хорошие и плодородные. Друзья мои, прошу прощения за то, что небольшой беспорядок я тут навел в номере, но обзорчик хочу вам показать. Итак, есть свой дом Лидия, номер двухместный, прекрасный. Объясню, почему хотел сейчас. Смотрите, пожарная безопасность, есть холодильник, две чашки, есть чайник. Стол был убран, тут просто я разложился. Здесь посидеть сделано такое мягкое. Я пока свой рюкзачок сюда положил. Есть кондиционер, телевизор и двуспальная кровать. То есть, ну, прихожая, да, получается, клево, например, вспомнилось, как сделано. Дальше две прикроватные тумбочки, двуспальная кровать. По всему номеру везде реализована плиточка, такой вот и телевизор. Далее мы попадаем здесь в такие две дверки. Одну открываешь, попадаешь в санузел. Здесь большущая душевая. Есть траковина, зеркало, унитаз, фен, набор полотенцев и окошко для проветривания и вытяжка. Здесь другая зерка находится в этом месте. В гардеробную, то есть, огромное количество места для вещей. Есть плечики, куда повесить, полочки. Ну и после кроватки у нас есть прикроватные бра. Стоимость номера 2000 рублей за ночь. Мы пришли в гости к Елене. У нее тут не номер, а целая студия. Целая квартира. Да, диванчик такой раскладывающийся. Стол перед телевизором. Все будем кушать. Здесь, с правой стороны, двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Вот эти вот, как бра работают вверху. Подсветки включаются, выключаются. Из набора посуды здесь холодильник имеется. Икроволуновка, чайник, чашечки. Также склеить систему и полочка. Да, в кухне отдельно. Там, ничего такого нет. Вот такой видит шкаф. Тапочки, халаты. Все есть. То есть, это суперлюкс номер называется. А я вот последний тапочек. Здесь раковина, зеркало, фен, набор мыльных, унитаз, место для помывки здесь еще больше, чем там. Душевая большущая, набор полотенцев. В общем, как номер? Все включено. Все включено. Даже ужин. Отлично. Ну, сейчас я говорю. Примерно такая же стоимость, как и целом номера. У меня небольшое уточнение. У нас номер мой стоил полторы, а номер Елены стоил две тысячи рублей. Смотрите, мы находимся в гостевом доме Лидия. И я вам хочу показать просто, как он выглядит. Потому что Елене он очень нравится, напрям от него в восторге. Понятно, что в зеленое время года, которое сегодня настало, весна, поздравляю вас с этим. Я сегодня видел рассвет с верхнего этажа. Это было прекрасно. И дай бог, чтобы вся весна прошла в путешествиях. Ну, только благодаря вам это можно сделать. Поддерживайте донатикам по номеру телефона, который видите на экран. Буду вам благодарен от души. Узнаем с вами вместе очень много мест. У меня есть желание купить палатку и поехать прямо в такое бюджетное путешествие. Нам надо было только деньги на бензин, да на какую-нибудь гречку сварить, чтобы ее на костре. И все. Ах, мечты. Надеюсь, они исполнятся в этой весной. Находимся мы недалеко от самой бухты, от морюшка. Называется это улица 70 лет Октября. Здесь парковочная зона. И заходим на территорию. Даже продают какую-то выпечку. То есть, в принципе, все очень симпатично и красиво. Я рассказываю со своих слов то, что вижу. Меня никто не просил. Ну, кроме Елены. Посмотри, какая красота. Есть котики. С правой стороны это территория бассейна. А вот там сверху смотровая зона. Здесь вообще гостевой дом выполнен в таком великолепном, не знаю, замком, готическом стиле. Елена говорит, это греческий стиль. Посмотрите, как тут заплетено все. Растениями, вином. И смотрится вот в этих двориках все, вероятно, красиво. Вот как гуляешь в каком-то оазисе. И мне, по крайней мере, это очень нравится. Содно вот с такими мостиками. Вход в сам бассейн. Тут, смотрите, оформлен такими вот шкульптурами. Классная лесенка. И здесь просто невероятно красиво. Красивые рисунки. Сам бассейн. Очень интересная форма. С оформлением. При этом довольно-таки глубокие. И с небольшой такой вот зоной джакузи. Здесь душевая. Поднимемся вверх. Мимо вот этих вот невероятных павлинов. Вверх ведет у нас такая лесенка. А здесь, да, вот, работа надстроечка. С виноградингами. Ну, как это круто! Пусть тут каждый, как говорится, уголочек приведен вот в такой вот вид прям сверхинтересный. Помимо номеров, тут есть и солевая комната, и сауна. Это насколько мне вот Елена рассказывала. Я знаю, сам не видел. Еще раз говорю, это не за деньги обзора. Потому что мне самому здесь понравилось. Смотрите. Такая арочная конструкция. Типа лесенки. И здесь, я так понимаю, стоят, наверное, какие-то столики. Можно отдыхать. Вот туда мы видим озеро Джарелгач. Здесь следующее идет, потому что именно это озеро Ярелгач. Дальше называется Ярелгачская бухта. И выход туда дачи в открытое море. То есть море здесь вокруг нас, в принципе, находится. Все очень-очень близко, говорится. Ну, и сам поселок, видите, где-то гостевые дома, где-то просто частный сектор. Я сегодня проснулся в 5.40 от петухов. Было великолепно. Я хотел лично поблагодарить, но их не знаю. Давайте сейчас посмотрим на дворик этой гостиницы. Полностью, видите, по периметру там. Дальше идут номера, красивые балкончики. И рассвет сегодня я встречал вот оттуда. Краски с этого озера. Давайте остальную часть двора вам еще покажу. И пойдем уже грузиться в машину. И поедем дальше путешествовать по западному побережью Крыма. Ну, у нас нюансы вчера были. Нас там задержали немножко. Ну, все решилось, все хорошо. Если что, как говорится, ищите меня на миротворце, ребятки. Проверяйте, есть ли я там или нет. Тогда никаких вопросов больше не будет возникать. А так, вообще будьте аккуратны с камерами. Потому что на них кто-то реагирует очень-очень. Это реально. Ну, а всем остальным, терпение, нервы. Все это пройдет, как говорится. Дай Бог победы дорогим солдатам от души. Продолжаем смотреть на грестевой дом. Я что-то много времени дай ему уделяю. Ну, действительно, такие встречаются очень редко. Здесь Елена Хвалева тоже номер, говорит, очень красивый и интересный. Посмотрите, какие скамьи, вот дерево. Я отдыхал в восемнадцатом номере. Мне, в принципе, там было комфортно. Петухи до сих пор поет. Здесь, представьте, вот этот вьюн тоже покрывается зеленью. И как закрывает полностью стену. Елена номер был вот туда, по прямой. Здесь альпийская горка. Я думаю, с водичкой она тут вообще создает уют. Такая беседка посредине. И вот в таком оформлении сделаны скамеечки. Монетка лежит. И во многих местах нахожу монетки. Наверное, чтобы денежку приносило, чтобы привлекало туристов. Даже такая красота. Здесь номер 15 вход. Елена говорит, что все номера разные. Мы вот оттуда сами смотрели. Смотрите, дракон. Нет, наверное, морской конь какой-то. Не дракон. И там их тут три. И три абсолютно разных. В общем, человек-художник, который занимался оформлением. Ну и хозяйка этого дома. И дай бог, чтобы у нее, кажется, было больше хороших гостей. И люди проводили здесь время с удовольствием. Вот такой один из уютных двориков Западного Крыла. Поселок Межводное. Пишите ваши отзывы. Если вы здесь где-то отдыхали, тоже как вам понравилось, не понравилось. Едем на косу. Здесь рядышком есть еще место. Называется Брунель. Там порт такой небольшой, где рыбаки вывозят свою рыбу на берег, которую поймали в море. И там, говорят, можно купить прям сразу свежую рыбку. У нас было в планах туда заехать и вечером вообще приготовить здесь еду. Ну и говорю, то есть из-за того, что нас там пока проверяли на принадлежность тому или иному государству, у нас не получилось это сделать. Бакальская коса. Вот я надеюсь, что у нас получится на нее выехать, чтобы вам показать тоже что-то природу. А так здесь пляжей невероятное количество. И после окончания конфликта тут можно будет снимать, не переснимать. Потому что меня это место вообще удивило. Я, когда впервые путешествовал по западному Крыму, приехав сюда, моя бывшая жена сказала, что тут ничего не интересно, давай сюда заезжать особо не будем. То есть обычный небольшой поселочек. Оказывается, здесь настолько интересно и круто. До Бакальской косы, именно от места нашего отдыха, нам надо проехать всего лишь 40 минут и 40 километров. И Елена в путь! Ура! Так, еще хотела Елена добавить, что там проходит огромное количество всяких мероприятий в этом гостюмдоме. Устраивают разнообразные банкеты и так далее. Весторан, кафе, бильярд, баня на дровах, караоке, кафе. Там мероприятия проводят, приезжают из Крыма, даже москвичи, фестивали бардовские, музыкальные. Приезжают именно в этот отель проводят. Шеф-повар из Москвы здесь работает в ресторане. Поэтому всегда кухня очень вкусная и не стыдно принимать гостей, даже большие компании. А вы там ели? Ну, я летом не была, я в кафе не питалась. Ну, вот смотрите, как говорит, вот этот вот рекламщик, я прям очень люблю. Я не ел, но, говорит, кухня не стыдна. Но я верю людям, которые очень честно, правда, делают свою работу. Ну, намирает, сам говорит, синевой дом, мне понравился. По просьбе Лены я его даже подснял, вам показал. Все, в путь, ребятки, смотреть будем Бакальскую косу, если у нас получится туда пробраться. Самое интересное, что, походу, нам навигатор наврал. Вот, смотрите, мы по такой вот шикарной дороге. Две полосы, она новая. 10 минут. Осталось 10 минут, да. А едем тоже 10. То есть два раза нас наедали. Да, 20 минут. Посмотрите, куда мы едем, ребятки. Дымка, туман, бесконечность такая. Зеленое поле рядышком. Красота. Это населенный пункт, стерегущая, до берега моря. Видите, туда 7 километров мы сейчас доедем. Здесь есть АЗС, мы на ней будем заправляться. 95 и 59, 80, 95 и 54, 80, дизельный топлива 65, 70 и газ 30, 80. Заезжаем. Заправка называется Red Trail. Мы заправились. Я тут начал думать о том, чтобы купить еще одну сим-карту от Волны, чтобы у меня было не только наша Краснодарская связь, но и крымская местная. Вот здесь лита есть. Так у них тариф. 500 рублей в месяц. Безлимитный интернет. Прям мечта мечты. Там 500 смс по России. Звонки, ну я как бы не звоню, не пишу никому смски. Поэтому мне интересует только интернет. И вот если вы пользовались Волной, как сейчас она работает, в 2024 году как она работает, пишите об этом. Будет интересно узнать. Потому что у кого я не спрашиваю, мне все советуют Волну. Минутка рекламы, что ли, Волны. Ну, провайдерам Волны я немножко знаком был. Вообще классно, если бы они симку подарили какую-нибудь. Безлимитную. Я бы всегда ходил бы рекламировал. От души, ребята. Наблюдаем берег моря. Туда нам еще сколько? 9 минут. 9 минут, 4-9 километра двигаться. Улетела. Вот как так, а? Хотел вам показать цаплю, ребятки. 12 обзор получается просто фантастика. Море слева, море справа. Туман. А это, ребята, Бакальская коса. В левую сторону это ландшафтно-рекреационный парк. Бакальская коса. Слушайте, какое здесь море прикольное. Елена говорит, что летом сюда приезжала. Здесь вообще была тоже красота и чистота. Но в зимний период шторма выкидывает немножко водоросли. Надо сказать, что как-то плохо все выглядит. Я не могу. Песочек здесь, смотрите, вот такую фракцию имеет. Я думаю, что я все-таки туда пройду. Там мыс песчаный. Есть и морюшко. Невероятно красивое. Я представляю, как это все бы выглядело под солнцем. Ну почему бы мне не повезло с погодой? Я прям немножко даже расстроен. В ту сторону она прям двигается, двигается очень далеко. И я слышал о том, что иногда там приливы приходят. Касающий зайд иногда появляется. То есть можно прям по воде идти на тот самый мыс. Если видите, вот это все наносы, то основной массив вот. Грумт приходит сюда, как скалистое отложение. Вот оно здесь немножко даже выдается в море. И за счет этого как бы держится вся эта структура. Посмотрите, я отошел уже от того места, где мы приехали. Здесь все это как песчаный такой полуостров. И вперед уходит тоненькая коса между двух морей. С той стороны у нас волны. Прям видно, да? Море такое бушущее. На, пошел берег здесь. За счет того, что ветер отсюда дует. Оно такое гладкое. И вроде бы море одно, а с двух сторон оно совершенно разное. Ху-ху! Дорогие друзья, посмотрите. Два моря. Ну, море одно, но оно разное. С этой стороны бушущее, с той стороны гладкое. И это Бакальская коса. Невероятное явление природы. И я его вижу и радуюсь, что в таких местах удается побывать. К большому сожалению, мы не видим, конечно. Мы с песчаной. Хотя вот где-то здесь вот можно по этой косе прям до него дойти. Ну, бывает. Это не расстройство. Значит, будет повод сюда вернуться. Чтобы ощутить, как это, допустим, более теплое время. Эти два моря соседствуют. Ну, как одно море, просто разделенное косой. Просто здесь оно, мне кажется, такое мягкое, нежное. Здесь такое более бурящее, неспокойное. Ну, место фантастическое. Я очень рад, что я побывал здесь. Еще представляю, как я дойду до того мыса песчаного. И вам все это покажу. В общем, ждем теплую погоду. И сюда обязательно вернемся. Едем теперь на мыс Тарханкут. Хотя мы, в принципе-то, о Тарханкуте как полуострове и находимся. Если вот так разделять эти места. Но нам хочется в Оленевку. Или Оленевку. Как правильно? Пишите в комментариях. Мне будет интересно узнать. Особые замечания. У нас зимой песок, он слеживается и становится такой твердый. Здесь вот из-за его фракции, такая ракушечная, он очень мягкий. Поэтому довольно-таки нелегко ходить. Но также есть на Бакальской косе, где такие колсы из ракушки. Вообще морские, но они обычные для всего нашего побережья. То есть у нас точно такие в Анапе. Место уникальное, на самом деле. Я таких ни разу не встречал. Чтобы вот такая коса уходила куда-то в море песчаная. Честно, классно. Мне понравилось. Друзья, вот здесь в этом районе заповедного парка Бакальская коса. Есть в районе поселка Аврора земельные участки по 6 соток. Вот. Тоже предложение очень действующее, актуальное. 1,2 километра от асфальтной дороги, 600 метров от самого поселка Аврора и километры от моря. На пляжах Авроры тоже купаются. Сама заповедная зона Бакальской косы, она не подлежит манипуляциям как продажа. А вот в поселках рядом с Бакальской косой есть очень интересные предложения. Поэтому кому интересно это место, тоже можете обращаться. Я назвал вот Черное море, на самом деле вот с этой стороны это Бакальская бухта считается, но это Черное море. В принципе, с другой стороны открытое Черное море. Сейчас мы будем проезжать, там опять цапля прилетела. Здесь на берегах Бакальского озера. Посмотрите, какие красавицы, цапли есть. Сидит, смотрит. Красавчик. Очень интересно то, что на Таханкуте столько много интересных мест. И даже вот Парк Котлеш природный и сам Таханкутский заповедник. Но и от Черноморского до Оленевки, куда мы едем, там огромное количество разнообразных бухт, пляжей, источников, колодцев, куда можно спуститься, где можно отдыхать. И тут одному Таханкуту можно посвятить, не знаю, неделю, наверное, путешествия по берегу моря. Потому что мест невероятное количество. Вот попробуем самые такие известные зацепить. А вы пишите в комментариях, что хотели бы на будущее увидеть. И я затем составлю список и сюда приеду, более подробно вам все покажу. А до Оленевки нам навигатор показывает 80 километров ехать один час по времени. То есть, ребятки, дорога, ну вот она двухполосная, везде асфальт хороший, новый, без ям. То есть двигаться вполне себе комфортно. Посмотрим, как после Черноморского будет уже в сторону Оленевки я вам покажу. Мы сейчас выезжаем из Межводного, поселок, который не только курортного значения, но и многоместного населения. И со всей нужной инфраструктурой, поликлиника, детский сад, школа, все это есть. Для того, чтобы можно было постоянно проживать. Но сейчас на выезде с поселка еще будет очень интересная локация. Местечко, которое по генплану возможно расширение границ Межводного. И там есть земельные участки очень привлекательные уже с газом. Мы сейчас это проверим. Вот мы сейчас стоим напротив участка. Он находится с левой стороны. Здесь вот по левой стороне за полем озеро Панское. Вот это Ярлчакская бухта. И прямо вот напротив здесь находится как раз таки участок Елены. Она не может нарадоваться тому, что здесь провели газ. Все коммуникации не особо далеко. Вот ту сторону мы вчера снимали. Там были электрические столбы. Проложена коммуникация. Вот впереди стоит газовый столб. Друзья, участки только выехали с Межводного. 570 метров по кадастровой карте от границы ИЖС. Здесь есть свободный гектар на продажу. Что делает землю привлекательной для застройки жилищного строительства? Потому что границы ИЖС постоянно расширяются именно в эту сторону. В сторону моря как бы нет. Поэтому это особо ценное место в районе озера Панского и залива. Черноморская возвращаемся. Вот вам, пожалуйста, строят тротуары. Вот вам еще одна школа. Когда мы ехали в Межводный, показывали школу номер один. А это школа номер три здесь находится. То есть поселки здесь довольно таки живые все. Это БГТ вообще, Черноморский. Я желаю ему скорее стать городом. Вокруг есть предложение от Елены Вхозземля. То есть Крым продается весь. Вот так вот. Тут я прям немножко позавидовал. То есть у них тренажеры поставили. Так еще и под навесами. Под крышей. Под крышей это вы из 90-х, Елена. Вот так вот. По левой стороне тоже и газ, тут коммуникации все подведены. И видно, как Черноморский ЕГО разрастается. Отсюда до Окуневки 20 километров. Ну, я повторяюсь, если заезжать по правому берегу, здесь только красивых мест. Что прям хочется все бросить и поехать по ним. Я там одни названия почитал. Прям очень порадовался. Когда я был в прошлый раз в Окуневке, там только начинали делать дороги. Поснимали асфальт. Надеюсь, что в этот раз она нас встретит более трошелюбно. И продолжается побывать и на пляжике Майами, и поехать до маяка. Дорога шикарная в Оленевку. Везде обрабатываются поля. То есть идет развитие этих территорий. Но возле Оленевки продажи нет земель. Так как здесь находится заповедник Тархангутский. В Окуневке есть? В Окуневке я надеюсь, что мы тоже доедем и покажем вам. Если вас ИЖС какой-то интересует, можете тоже Елену спрашивать. Она вам и в Оленевке что-нибудь подыщет. Оленевка или Оленевка. С правой стороны у нас заказник Джангульское оползневое побережье находится. Можно туда тоже пройти и прокатиться. С левой стороны у нас заповедник Тархангут. И там очень много известных мест, по которым я хочу прокатиться. С правой стороны у нас сейчас будет Лиман. Мы подъедем к побережью и выйдем на пляж Майами. Вот с этой стороны мы видим этот самый Лиман. Здесь, смотрю, отсыпают территорию, чтобы вода через дорогу не переходила. И вот так вот сейчас выглядят дороги здесь. Я смотрю, что в прошлый раз не могу вспомнить, были ли тротуары, но помню, что здесь дороги были прям подняты. О, какой очень интересный, очень уютный поселочек. Мне он в прошлый раз понравился над этими узенькими улицами. Представьте, тротуары с двух сторон, куча разных гостиниц. Причем некоторые из них в таком формате с заброшенным выглядят. А вот это то самое озеро Лиманчик. Сейчас прям интересно смотреть. Как-то в прошлый раз я галопом здесь пробежал, даже не посмотрел по сторонам, как что выглядело. Здесь дорога стала у нас уже Ширин. С левой стороны школа. Оленевский СДК называется. Я там понимаю, и детский сад, и школа, и все остальное в одном флаконе. Остановочки. Как центр поселка есть магазинчики. Причем они и сейчас работают, что тоже хорошо. Там даже рынок находится, одежду продают. Могу сказать, что магазинов здесь, по-моему, стало побольше. Разнообразных есть. Памятники. Великотечный момент. Ну и магазинчики. Не знаю, почему меня так вот прям влекло в Оленевку. Хотел приехать. Справа сторон тоже работает. Ну такая погода. О, какая душевная, токсичная машинка была. Летний период. Конечно, здесь все совершенно по-другому выглядит. Потому что навал туристов здесь огромный. И вдоль всей улицы разнообразные заведения. Тоже, которые работают посредственно в летний период. Сейчас мы видим, что и ремонт дорог идет. Тротуар сделают. Здесь у нас постоянно выезды к озеру. Новые гостиницы строятся. То есть поселок развивается. Очень много таких вот атмосферных даже заборчиков. Можете обратить внимание. Тоткобаз гостиничка. Барракуда называется. Будет симпатично. Есть церковь. Впереди мы сейчас ее с вами наблюдаем. Большой плотный обзор на Оленевку. Даже частный сектор продается на берегу лимана. Можно себе прикупить. В летний период, когда деревья распускаются, здесь гораздо более красивее все смотрится. Зелененькое, классненькое. Тут тоже ресторан. Магазин продукты. Основную часть поселка мы преодолели. И подъезжаем уже к самой косе. Отсюда даже видны все эти пляжи, которые там находятся. Нам надо найти место, где туда пройти или подъехать. Может быть сейчас можно. Кстати, пишите. Может быть мы просто неправильно едем. Потому что, грубо говоря, и Лена тут тоже второй раз. И я тут второй раз. Есть, может быть, где-то хороший подъезд. Здесь прям столовая, общепит. Поехали. Посмотрим. Точно. Ви били правы. Здесь тоже в летний период. Я уверен, что работают все эти заведения. А здесь глэмпинг, кемпинг. Можно стоять на берегу, обнесенный забором. Единственное, у них сейчас тут какое-то прям разлитие воды, подтопления. Нам предстоит как... А, ну тут, в принципе, дорога есть, отсыпанная. Проедем. Посмотрите, какие тут гостинички. Надо реставрируется, а уж даже не строятся. Пойдет прям. Прям на берегу ремана. Не боятся же люди подтопления строят. Газ проведен, все. Вот так вот развиваются эти места. В Майами жди нас, мы уже близко. Это, наверное, последствия шторма. Вот валяются лежачки. Дорога такая неровная с подъездом к этим местам. Там в воде вообще какое-то обучение. Еще лежаки в Лимане. Много таких моментов. Да и столбы стоящие в Лимане прям будоражат. Точно, я вижу, что можно было подъезжать, но мы не стали это делать. Прогуляемся, как бы посмотреть, познакомиться с местностью. Потому что я в прошлый раз вообще проскочил эти места, видя их только издалека здесь. Мне сейчас тоже это предстоит. Я чуть не было не готова. Я говорил, давай заедем, да? Пошли пешку. Значит, теперь технику осваиваем по краю или по центру? По центру. Тут просто серединка прогибается. А так ее можно проскочить аккуратно. Да, просто кто-то весит в два раза больше. Ну да. Вообще погодь, ребята. Ну что, здравствуйте, Майами. С приключением мы все равно с вами. Крымские. Это место ценится за цвет песка, за цвет воды. Наверное, самое лучшее место. Вы можете посмотреть по карте, как оно вдается в Черное море. И здесь вода невероятно чистая и классная всегда. Ну и шторма приходит очень сильная и разносит эти места. Ребят, ну я, честно, всегда прослушаю. Видите, Зивану? Посмотрите, какой песочек. Прям очень классный. Мне нравится. Крымские мотивы, Мюра. Да. Оленевка. Вот вы здесь летом отдыхали. Как вам? Да. Ой, очень хорошо. Очень теплая вода была. С сентября я была. Вот. Очень была комфортная вода, тепленькая. Отдыхающих, конечно, очень много было в сентябре. Потому что оленевка прям очень сильно популярна. Я не знаю, может быть, больше раздутая эта популярность. Ну, как бы песок белый, водичка прозрачная. Такая прям лазурного цвета. Вот. И вот это вот все, все побережье прям было очень сильно в людях. Вот это кафешка работала. Можно было там покушать, попить. На террасе посидеть с видом на море. Вот. Есть где стенечки спрятаться. Вот. Есть где и на солнышке полежать. Вот. И очень комфортное море для детей. Очень много с детьми было людей. Вот. Потому что оно прям такое очень комфортное. Даже дюны есть такие же, как у нас. Ага. С песочком, с растениями. Вот. То, что надо сохранять. Это лох серебристые деревья. Вот. С правой стороны это как раз таки кемпинг, глэмпинг, на котором отдыхают, стоят люди. Виды фантастические, ребятки. Это то, куда нас очень сильно манит. Здесь последствия шторма. Вы можете увидеть, как разнесло это кафе на берегу моря. Представляю, какие записи на видеокамерах остались. Как сюда приходили волны и все это сносили. Немножечко обидно, конечно, что так происходило. Но, как говорится, никто не виноват у природы на все свои планы. Ну и также навесики. В принципе, выжили и у них все хорошо. Можно, конечно, пляж Майами не признать таким одним из лучших именно в таком виде. Но, я думаю, те, кто отдыхали в летний период, расскажут о нем гораздо больше. Немножко покосились эти бунгало, которые здесь были. И на пляже, помимо песочка, встречаются вот еще такие вот интересные камушки. Что необычно. Друзья мои, это крымские Мальдивы. Посмотрите, и дюны, как видите, зела только чуть ближе к берегу. Песочек здесь невероятно классный. Смотрится очень круто. И какое супер просто море. Одно удовольствие наблюдать. Фантастика просто. Кристально чистая вода. У нас и даже на центральном пляже Анапа она сейчас такая. Говорят, что за счет того, что море задается, этот пляж очень далеко. И плюс это бухта, то здесь море всегда вот такое вот фантастическое, чистое, классное, прекрасное. Если здесь отдыхали, пишите, как вам, ребята, будет интересно узнать ваше мнение. Я сижу и получаю максимум удовольствия, релакс от того, как набегает волна. Какой цвет здесь воды. Какие здесь невероятно красивые пляжи. Просто кругом один сплошной фантастик. Камушки вот такие еще здесь есть. Показал вам более крупную фракцию. Вот такая очень красивая. Можно сидеть, перебирать, находить такие интересные. Если, конечно, вы любите этим заниматься. Мне, по крайней мере, это, ну, очень импонирует. И гладенькие, некоторые шершавые. Вау! Эффект на все две тысячи процентов. Вот прохожу дальше. Раз таки здесь, походу, были какие-то сейшены. И вот такой более платный пляж. Но вижу, как вот все с металла на своем пути, штормом. Походу, так стихии даже больше, чем себе это представить могу. Нам будет посмотреть, как выглядело это все до штормов. И сравнить с тем, что мы сейчас с вами здесь можем наблюдать. Вот летние туалеты. Это вот Бохо. И такая вот пляжная интересная территория. Я так понимаю, что это или глэмпинг было, или еще что-то такое интересное. Вот это мне нравятся. Такие вот ворота с очень интересными орнаментами. Я так понимаю, что они стоят в сторону заката. Оттуда дальше эти пляжики продолжаются. Понимаю, что к лету оно все будет восстанавливаться. Будет все меняться. Потому что разрушений колоссальное количество. Можно приезжать тоже по весне. начало лета. И смотреть, как здесь все будет меняться. Я опять жалею, что в прошлый раз, когда здесь был, не приехал, за эту косу не зашел, не посмотрел. Потому что то, что я вижу сейчас, меня, конечно, прям очень радует и привлекает мое внимание. Места эти, как говорится, Богом данные. Надо их посещать, получать удовольствие. Вот разрушение дюн тоже от штормового моря. Это, конечно, печально. Но вот таким вот мы его видели. Это были лучшие крымские пляжи по версии очень многих людей, которые сюда приезжают. Честно, можно и без шапки ходить, без куртки. Там уже плюс 10 градусов. Температура моря здесь тоже плюс 10. И здесь гораздо теплее, чем мы были с вами на косе до этого. Но я думаю, что пора отправляться дальше. Там дальше продолжение поселочка. Как я сказал, там оползневые пляжики. Но мне больше хочется на эту часть. Я хочу увидеть и затопленный корабль, и маяк, и чашу любви. Много, много чего там еще есть интересного. Надеюсь, что вы продолжаете путешествие. Простите за длинное видео, ребята. Не хочу уделить на несколько. Ведь все-таки такой, не знаю, вайб от Крыма должен передаваться постоянно. Постоянно. Попосредственно к вам в экраны. Ну, а вы еще раз говорю, поддерживайте лайком, комментарием. И делитесь со своими друзьями. Вы, кстати, прислали с телерами уже. Посмотри, Юра говорит, когда светит солнце, море здесь выглядит совсем по-другому. Мы приедем сюда, когда оно будет по-другому. Но все равно, я думаю, в такой атмосфере тоже приятно гулять. Тихо, умиротворенно и не жарко. Точно так концепция вот на этом пляжике. Классные кабинки для переодевания, летние душики. Смотрите, как ароматным деревом пахнет. Прям очень классно. И еще с этой стороны дюн хочу запечатлять эти места. Ну, круто, классно, притягательно, мои дорогие друзья. Ну, скорее всего, как говорится, восстановление этих территорий. Смотрю, очень много нового строительства. Посмотрим, как это будет все развиваться. И в солнечную погоду желаю здесь побывать, поснимать. Я думаю, что мы еще вернемся обязательно сюда. Так что, друзья, следите за этим всем. Надо было просто вот не по краешку идти, а чуть подальше. Где-то чуть не ушел под воду в этом месте. Чтобы ориентироваться, с левой стороны остается вся оленевка. Мы поворачиваем направо. Здесь, смотрите, какой-то поселочек застроенный есть. Либо это тоже зона отдыха. Вот кемпинг. И по прямой двигаемся в сторону маяка. Сам лемпинг заезд остался с этой стороны. Здесь вот экстрим пляж, парк называется это место. Тоже смотрю, что какие-то последствия шторма здесь были. Но проход туда, в принципе, свободный. Береговой линии даже сейчас не было закрыто. Здесь вот направо тоже глэмпинг. Возводят дома на берегу. Тоже, которые на сваях и строят. И много вот таких вот деревянных домиков построено. То есть максимально востребовано как раз таки. Сейчас можно и строить по программе, которая предлагает государство. Отсюда экскурсии в летний период проводились. Я точно помню, мы подъезжали к этим местам. Слушайте, но здесь прям очень сильно все застраивается глэмпингами. Потому что когда я был несколько лет назад, этого еще почти не было. Там квартал домиков крымский. И слушайте, это Овеневка билась с левой стороны и с правой стороны. Эти домики похожи на то, что я в Абхазии отдыхал. Тоже такие двухсоставные. Только они здесь больше дерева вообще-то. Посмотрите, как их размотал здесь ветер. Жесть, конечно. Прям несколько, 5-6 домов прям уничтоженных. И с той стороны тоже. Насколько они хлипкие и как приносили бабки. Это просто фантастика. То, что они даже ветра не выдержали. И здесь еще сломанные дома. Если не ошибаюсь, эти домики, по-моему, тоже относились к Библиоглобусу. Могу ошибаться, если нет, то пишите об этом в комментарии. По крайней мере, я предложение от них в этих местах на возможность расселения видел. Но вот остановились мы тоже напротив еще одного разрушенного домика. Если кто в курсе, напишите, пожалуйста, сколько стоимость было. Я думаю, около пяти тысяч можно было полдомика снять в летний период. Потому что я такие предложения слышал. Просто домики собраны из одной доски, которая поставлена на торец. Поэтому, как бы, собственно, они и разлетелись от ветра. Не утеплители, ничего. То есть даже вот эти вот выглядят гораздо более такими мощными, которые здесь находятся. Везде то там, то там, то там снесло. В восстановлении их будет стоить копейки. Поэтому, я думаю, особо собственники не переживают. Ну, просто насколько крутой бизнес. Обнесли забором. Утоптали дорожку. Сделали какие-то там коммуникации. Там домики. Он прям небольшие, маленькие. Так, но это все мелочи. Давайте не будем лезть уже в бизнес. Смотрим. Подъезжаем мы к маяку. Не знаю, почему. Мне здесь маяк прям очень нравится. Мы сразу поедем в левую сторону. В правую как-то мы пытались его объехать. Заехать там виды, конечно, есть. Но самый красивый вид на маяк будет с левой стороны. Вот здесь начинается маяк и заканчивается Оленевка. Но территория здесь изменилась. Раньше вообще были свободные подъезды. Сейчас смотрю, все по максимуму огорожено. Даже вот старые русские постройки. Потому что мы вот сюда подъезжали и отсюда смотрели уже в сторону маяка. Вот маяк мы сейчас видим. То есть видите, потихонечку все застраивается, загораживается. И уже вот в этих местах не подойти к берегу моря. То есть здесь все территории выкупаются. Интересно, конечно, это все наблюдать. То же самое вот Елена говорит, так же будет и в межводном. В межводном уже тоже будет вся прибрежная территория. Вся будет курортная протокол. Для меня это, честно, печально. Оставляйте где-нибудь проходы к морю для людей, чтобы можно было. Но здесь, в принципе, есть такое место. Мы подъезжаем здесь к морю. Собственно, чем и влеткут эти пляжи. Посмотрите, как выглядит побережье. Просто фантастика. И привлекают сюда туристов. В этих местах огромное количество разнообразных бухт и мест, куда можно на лодочке заплыть. И та экскурсия, которая здесь есть, она невероятная. Но я в нее так и не сходил. А это очень жалко, на самом деле. Надо было посетить обязательно. Здесь стоял возле маяка кораблик. Его снесли в сентябре. Так говорится, военные задачи. Поехали дальше, ребятки. Но мне сказали местные, что мы сейчас нигде вообще не проедем. Большому сожалению, там везде все перекрыто. Немыслитель, не отлежь. И можно отправиться только на косу Белялс. Это печально. Говорят, ребята, все меньше места остается, где можно погулять. Невероятные, друзья, виды просто. Второй раз здесь и второй раз у меня такой прям вау-эффект. Тут какое-то прям кладбище птиц в этом месте. И туда стоит камушек. Очень красивый. Смотрится это просто с таким вау-вау эффектом. Очень круто. Смотрите, мы приехали к Дельфинарию. Сюда проезд возможен. Это радует. В остальных местах надо быть аккуратным. Потому что везде запретная зона сейчас. Ну, время такое как бы. Хотя хотелось посмотреть. Белый нос. Грод любви. Черепаха. Затерянный мир. Мыслитель. То есть очень много таких мест, которые я посещал ранее. И они у меня оставили прям очень крутые воспоминания. И думал, что получится и сейчас туда проехать. Но к большому сожалению, ну, хотя бы посмотрим на это место. Вот такие невероятные места. Конечно, по ним бы попутешествовать побольше. Походить вам. Попоказывать. И вот в эту сторону Дельфинарий и церковь. Я не знаю, сейчас туда пускают или нет. Мы узнаем. Но вид, конечно, здесь просто такой сверхбомбический. То есть смотришь и думаешь, аааа. Вот это да, ребятки. Здесь находятся вот все эти достопримечательности, о которых я вам рассказывал. Вот это вот малый отлеж, называется большой отлеж. Ну, то есть места эти Тарханкута невероятно красивые. То есть и то, что мы с вами выходили на карманный пляжик в районе межводного. Там это просто все в миниатюре. Там более низкие берега. А здесь получаем такую поднятую породу. И это фантастика. Просто смотришь и такой дивы даешься. Вот это природа, мать создательница таких невероятных мест. Сюда нам тоже не попасть. Сейчас вот не пускают храму. Храм как бы там не достроен. И пускают свободный проход с 1 мая в прошлом году было по 31 ноября. Можно было проходить, посмотреть. Там место невероятное. Я как его вспоминаю. У меня вот оно навсегда въелась память. Это церковь сверху. Этот грот туда. Спуск вниз. Тестящее море. Вообще прям очень-очень запомнилось. Ни влево, ни вправо отсюда мы пройти не можем. Везде у нас все находится под охраной. И сейчас никакими маршрутами нельзя. И человек тоже говорит, что не знает, как будет в летний период. Ждем и верим, что скоро придет мир, победа и все будет хорошо. В дальнейшем сможем посещать эти места. Сейчас мы попробуем прорваться в Окуневку. Объедем до заповедники по трассе. Сейчас мы едем в село Окуневка. Мы будем возвращаться через Оленевку, Красносельская. Туда нам ехать 31 километр. По времени 28 минут. Дороги пустые. Все происходит очень быстро. Подъезжаем. Посмотрите, какой красивый вид на Оленевку. Сверху немножечко. Ну честно, покидаю Оленевку с таким вот немножечко грустным чувством. Потому что я хотел себе сделать фотографию возле мыслителя. Вот именно в этот приезд очень сильно. Через 300 метров поверните направо. Прям. Значит вернемся и обязательно сделаем. Наверное, это самый лучший вид, когда вокруг впереди одно море. Мы двигаемся к Окуневке. А впереди у нас Марьино. Здесь Елена тоже говорит, что есть земли у нее на продажу. Кстати, вот могу сказать, что это одна из самых плохих дорог, которые мы встретили. То видно, что ее помечают, размечают и собираются делать ремонт. С правой стороны у нас Тарханкутский заповедник, который мы не попали прокатиться. Я хотел прям по берегу моря проехать. Лучше. Хорошая охрана, чтобы все у нас было тихо и спокойно. Сейчас виды открылись и в левую сторону моря. Потихонечку у нас выглядывает солнышко. Тут дорога у нас улучшилась. И действительно по кругу везде море, море, море. Мы как какой-то, знаете, так остров уезжаем на море. Красота это все. Тарханкут. Вот так выглядит улица Морская в Марьино. Здесь тоже частный сектор. Электричество, домики, колодцы встречаются. Ну и люки есть, я думаю, что центральная вода здесь есть. Такие вот дома, конечно, оформление заборов мне очень нравится. Когда креативят люди, делают красиво обычные вещи. Там указывают магазин-бильярд. Это прям сочетание супер. О, посмотрите, кот сидит тоже. Вот оформление прям очень классное возле многих дворов. И мы все будем упираться в море. Надеюсь, мы не ошиблись с поворотом и приедем туда, куда надо. Это вообще надо видеть. Хижина хищника, ребята. Просто огонь. На Чавдоборском побережье и такие живут у нас. С такими большими домами есть такие вот мазанки. Небольшие частные сектора. То есть видно, что здесь тоже сдают под отдыхающих. Хорошее настроение. Пропуск. Слушайте, ну прям шикарно, по-другому сказать. Здесь тоже украшены как кафе, наверное, какое-то летнее. С видом на море. Мы выезжаем к берегу черного прекрасного морюшка. Вау, какая площадочка. Итак, у меня самый большой вопрос. Как они ходят туда к морю? Тут какие-то вот как пирс остаток. Он туда с правой стороны, возможно, там есть спуск на пляж. Море просто кристальное, прозрачное, великолепное и классное. Далее мы видим. Вот, может быть, и здесь спускаются. Но я думаю, он был бы вытоптан. Если спуск, то спуск, как говорится. Ну, можно вот здесь вот спокойно спуститься к берегу. Потому что тропинка, в принципе, утоптана. И мы идем, идем. Главное не подскользнуться и очень быстро не совершить этот самый спуск. И не забывать, что обратно за спуском всегда будет подъем. Короче, я чуть-чуть не полетел вниз. Сейчас бы с гипсом на пляже Марина оказались. Может быть, и здесь был спуск. Но шторм века сделал свое дело. Красиво смотрится. И изменил береговую линию. Белые камни. В общем, береговая линия очень красивая. Вот эта часть, видите, она довольно-таки опасная. Потому что глина, земля, а снизу каменная подложка только. Ее приходят волны, подмывают. Ну и плюс именно дожди тоже могут влиять на разрушение этой береговой линии. А так очень интересные пляжики. Ветер такой с берега прям приятный. Идет. Тепленько стало. Все-таки с утра я чуть подзамерз. Сейчас срываюсь. Вот эта береговая линия меня прям очень привлекла. Смотрится она невероятно красиво и классно. И вот в ту сторону прям с таким вау-эффектом. Получается, по крайней мере, с этой стороны таких пляжных территорий особо нет. Туда дальше, может быть, с той стороны поселка они присутствуют. Но здесь и выбраться, и спуститься не так-то и просто. Если вы отдыхали в этих местах, напишите обязательно, как вы здесь путешествовали, ходили, лазили по этим горам. Вон там, что за персик такой интересный находится. Но место очень атмосферное. Это самое главное, что могу сказать. Я получил информацию от местных жительниц. Вот в ту сторону примерно 3,5 километра имеется хороший благоустроенный пляж. Ну, кто-то и здесь купается. Кто-то говорит, что с перса купается. Там лодочки ходят. Сейчас туда не проехать, к большому сожалению. Так как там все опять-таки под охраной находится. Поэтому говорят, что обещают к лету открыть. Мы это ждем. Ну, а местным жительницам вон там они пошли. Спасибо большое за информацию. Но они говорят, что, возможно, мы и на Беляус можем не попасть. То есть это тоже немножко огорчает. Вон тут движение началось у местных. Ну, всем сезона пускай будет. И хорошим желаю от души. Вообще не сказали, что это курортный тоже поселочек. Кто-то вот выбирает под свой выбор пляж. Я спустился, поднялся. Мне это ничего не стоило. А кому-то будет довольно-таки тяжело. Такая вот атмосфера. Ну, дома, конечно, здесь очень эксклюзивные. Дворовые территории. До Касабеляус нам остается 27 километров. Это 27 минут. Попадем туда или нет, прям большой вопрос. По пути у нас будет еще Окуневка. Едем вдоль берега моря. Здесь тоже, если что, ребятки, спрашивайте Елену. Ну, то есть возможности для переезда могут вам организовать. Как видите, здесь прямо на берегу выделяют тоже участки. Проводят освещение и люди живут. Дорогие мои, Окуневка. Я знаю, что много моих подписчиков рассказывали о том, как они хорошо и прекрасно здесь отдыхали. И им очень-очень нравилось. Поселок тоже такой курортного типа должен быть. Я его вижу впервые. Поэтому вместе с вами посмотрим. Как минимум широкая улица. Везде вижу, что это какие-то работы отделочные, строительные. И с правой стороны у нас совсем рядышком море. Тут сразу несколько домов деревянных возводят. Там смотрится, это интересно. Кто-то спортом занимается. Также коммуникации видим, что какие-никакие прокладываются. То есть идет работа, подготовки к летнему сезону. И поселочек, в принципе, ждет гостей. Если вдруг вы отдыхали где-либо здесь, пишите обязательно, друзья мои, ваши отзывы. Работают магазины. Green Express, например. Надо попробовать здесь тоже куда-нибудь пробраться к морю. Возможно, выезды есть, посмотреть, как выглядит пляж. Здесь можно увидеть и отели тоже такие красивые. Это даже, наверное, не отель, а какое-то элитное жилье на берегу моря. Прям как замок свой собственный. Кстати, название такое прям правильное. Улица набережная. Осталось еще найти, где на набережной проход к морю. Такие, да, дома, придворовые территории. Потом еще прихватил, вышел. Все как везде на Черноморском побережье. Говорится, самозахваты у нас присутствуют. Вот так добротные дома на берегу моря. Огороды туда в сторону уходят. Все-таки возле этого замка надо спускаться к морю. Смотрите, прям красиво сделано. Прям в Валтер. Сюда вниз спуск к порту. Там тоже немножко перекрыто. Какими-то камушками написано, что закрыт въезд. Ну, может, тоже временно. За самой отманевкой мы нашли пляжик чуть-чуть дальше. За самим поселком, в сторону Косы Белялос. Туда мы, собственно, и отправляемся. Вот он, выезд из поселка. Так, ну, к сожалению, мы доехали до пляжика. Пляж сам, так чтобы выглядит шикарно. Но зона запретная. Проезд проедет. Вход запрещен. Попробуем-то ехать до Косы Белялос. В общем, все больше расстройства в том, что не получается вам показать прекрасные места. Можете увидеть, какие здесь территории огораживают люди. Какие себе замки строят прямо на берегу моря. Между ними подромчик там лошадей выращивают. Вот так вот, ребят. От границы Куневки чуть-чуть в глубину, от 2 километра примерно, есть гектары земли. Очень интересное расположение. Подъезжаем по пути к Белялосу. У нас еще два населенных пункта. Это Громово. За ним будет Знаменское. Елена говорит, что здесь строят отель 3 звезды где-то в районе Знаменского. Поселочек находится на отдалении от моря. Здесь, я смотрю, в основном частный сектор. Гостиниц, по крайней мере, не видно. Если я не прав, напишите об этом. Там большие какие-то здания внутри вижу. Так-то можно отдыхать и до морюшка ездить. Поселок смотрится как будто на берегу стоит прям рядочком. Но расстояние между поселком морем есть. Тут у нас очень хорошие дороги сделаны. Строятся везде домики, остановочки. И Громово закончилось. И впереди у нас Знаменское. Краски сквозь. Знаменская дорога ведет на Косу Белялос. Какая идет застройка с левой стороны. На Знаменском там даже люди пальмы себе посадили. Каркас дома уже, смотрите, и туи, и там, и пальмы. Все, что только можно. Человек очень зелень любит. Ну, молодцы. Пока дом построят, уже все повырастает. Вид еще здесь, возможности, конечно, для застройки просто невероятен. Все это на берегу моря. Если отдыхали в этих местах, пишите обязательно в комментариях. Я знаю, что Коса Белялос – это самое притягательное. Хотя везде, на каждом месте, куда приезжают, самое-самое… Ну, одно из самых притягательных мест Крыма. И оно очень сильно влечет к тому, чтобы сюда приезжать и отдыхать. А вот там, впереди, прямо на берегу, смотрю, большой отель строят. Вот Знаменские продукты проезжаем. Еще один магазин продукты. Это, наверное, центр такой. Далекая Евпатория налево, а нам по прямой на Косу. Пробуем поехать. Также магазины. Это летнего, наверное, ассортимента работает. Потому что сейчас они закрыты. Здесь тоже смотрю, что люди живут, как большие такие участки. Личные подсобные хозяйства. Ну и магазинчикам даже. Фермеры. То есть в этих местах у Елены тоже есть возможность предложить вам участки. Прямо недалеко от моря. Если что, обращайтесь к ней. Еда. Вот все просто. Еда. То есть не заборачивайтесь. Очень много, смотрю, вот этих домиков на колесах стоят. Я так понимаю, что, возможно, в летний период их вывозят на Косу и сдают в аренду. Так сказать. Прикольный бизнес. Заположенский приорит. Да? Что только нет, как говорится, в Знаменском. Какая красота. Как приятно смотреть на сады. Это, скорее всего, какой-нибудь, наверное, Персик. Смотрите, какая застройка. То есть домики. Недалеко от моря. Это похоже не на отельчик, а именно на какой-то частный поселок. Проект есть. И двухэтажного. Прямо такие интересные довольно-таки предложения. Тотальная застройка. И здесь тоже все участки нарезаны. Это на берегу уже Дон Узлала. Еще ближе к Кассе Беляус. И столько застройки. То есть насколько популярно сюда приезжать, отдыхать. Потому что очень много отелей. Golden Krim называется местечкой. Уже большие деревья, значит, давно этим местом здесь занимаются. Курортный поселок, Золотой Крым. Вот так его назвали. Дыни, арбузы. И вот она впереди, Касса Беляус. С правой стороны мы уже видим песчаные пляжи. Смотрите, тут насколько шторм тоже сильно приходил. Даже заборы подмыло, размыло. Здесь местечко Кемпинг. Кемпинг тут 600 рублей одно место стоимостью. Услуги прибрежной зоны. Сколько здесь разнообразных построек. Дальше там гостиницы начинаются. Ну, вот с кемпинга можно посмотреть, как вообще, в принципе, коса и пляжи здесь выглядят. На остановках? Ну, даже, да, получается, наверное. Из поселочка сюда возят людей. Собственно, почему бы и нет? То есть трансфер-то приветствуется всегда везде. У нас есть такое, как говорится, сервис, то почему бы его и здесь не было. Пойдемте посмотрим на гаши. К сожалению, у меня видео записалось плохо со звуком этот кусочек. Ну, давайте посмотрим. Здесь автобусная остановочка. Тут мы видим последствия шторма. Как он сносил и заборы, и деревья. Выглядит это, конечно, страшно, потому что представить эту силу невозможно. Это шторм века. Посмотрите, какой песок, ребята. Здесь тоже такая ракушечка мелко перетробленная с мелким камушком. Очень, очень приятный на ощупь песок. Поэтому эти места и ценятся всеми любителями песчаных пляжей. Ну, и с правой стороны лог серебристый. Под натиском стихии прилег. Будем надеяться, что деревья все-таки выживут и все будет хорошо. И какая ширина этого пляжа. Это просто фантастика и восторг. Хотелось бы, конечно, и в летний период увидеть, как выглядел пляж. Мне прислали фотографии. Лазурная водичка, прекрасное побережье. Спасибо всем, кто поддерживает в Телеграме мои путешествия. Потому что там мы получаем с вами прямо из пыложару ваши фото, отзывы. И уже формировать свое мнение гораздо проще. Жалко, что, конечно, я не в прямом эфире озвучиваю свои эмоции. Потому что они там были просто восхитительные. Придя на такой пляж, прям завидуешь тем людям, которые здесь живут, которые здесь отдыхают. Такая невероятная красота и просторы Черноморского побережья. Вы только посмотрите на этот цвет песка, на этот цвет моря. Они просто манящие. Так и хочется, конечно, раздеться. Но водичка плюс 10. А я с собой не взял ни полотенца, ни шорта в это путешествие. Потому что у нас такое голопом по Европам некогда отдыхать. Но дома сегодня я уже искупался. У нас море, кстати, плюс 9,6. Ну, давайте вернемся сюда и понаслаждаемся цветом прозрачной воды. Лазурного прекрасного Черного моря. С другой стороны у нас Дон Узлафа. С этой стороны вот такая вот невероятная красота. Как я раньше здесь не бывал. Почему сюда не приезжал. Это самый большой теперь вопрос для меня. И желание посетить эти места во летний период. Они остаются со мной. Надеюсь, что у нас получится. И получится приехать сюда еще с палаткой. Доступность всех этих мест, конечно же, зависит от наших дорогих солдат. Пожелаем им, чтобы все у них получилось. Они самые лучшие, самые сильные у нас. От души все крепко обнимаю. Сейчас Крым охраняется. Ну, я такого даже не видел и не ожидал. Лучше, чем где бы то ни было. Потому что берегут его, как зениц ока. И спасибо всем, кто нам помог, как говорится, отснять этот материал. Я вам тоже от души, ребята, благодарен. Хотел показать, что почему на этом кемпинге стоит. То есть 600 рублей одно место с ковриком и спальником. Это за палатку. 200 рублей, если человек со своей палаткой. Дети до 7 лет бесплатно. Если вы считаете, что там где-то дорого отдыхаете, то вот сравните кемпинг и палатку. Магазинчик Скиф. Тут посмотрите, как разрушил забор. Как раз таки штормом, который выходил. А впереди вообще нас ждет какой-то многоэтажный замок. И здесь тоже забор снесло. То есть Golden Victory было. Смотрите, называется Замок Викинг. Слушайте, если вы что-то об этом месте знаете, напишите обязательно. Кидаем еще один взгляд на озеро Донузлав и Косу Беляус, которое туда уходит в поселку Мирному. И сейчас едем в объезд всего этого. Уже возвращаясь, как говорится, и с выполненным заданием, и с доброй душой. Но по пути у нас есть еще один поселочек, в котором также есть на продаже участки. Сюда еще красивее вид открывается. Это поселок Медведово называется. У меня все мечта как-нибудь прокатиться на кайте. Вот видите, вывеска Медведова. Тут и дальше. Прокатиться на кайте мечта именно по Донузлаву. Потому что я видел, когда еще не умел кататься, как люди там рассекали. Надеюсь, что получится. Это, друзья, Ново-Ивановка. Проезжаем тоже на побережье Донузлава. Находится на самом берегу, чуть-чуть в отдалении. И вот как раз-таки про это место Елена хочет вам сказать. В Ново-Ивановке есть земельные участки. Я как раз смотрю сейчас катастрофу карту. Хотим посмотреть, где здесь в районе Донузлав есть клубный поселок. Называется Долина Донузлав. Кому будет интересно это место, обращайтесь. Мы будем с вами подробно его смотреть, изучать. Ну вот, в принципе, территорию сейчас с Юрой мы вам показываем. Итак, ребятки, вот здесь на пересечении четырех дорог находится как раз-таки территория под клубный поселок. Отсюда направо мы уже объезжаем в озеро Донузлав. Пошла дорога. Показываю панорамочку. Но мы решили, что заедем на курорт Евпатория. Да, почему бы и да? Нужно показывать еще. Потому что время есть, собственно, световой день продолжается. Конечно, максимально эффективно. Надо показать эту прекрасную западную зону Крыма. Именно так. Недалеко от Межводного находится сама Евпатория. То есть, в принципе, около сорока минут на машинке, и вы приехали уже в большой город на берегу Евпаторийского залива Черного моря. У нас на въезде одного из город, частный сектор. Да, такой прям недешевый вариант, как говорится. Со всех сторон у нас, как бы, в принципе, есть жизнь. С левой стороны промышленная зона. Есть уже второй подряд храм практически туда. Дальше мы видим высотную застройку и ведется строительство. Насколько все застраивается буквально. Новые дома растут как грибы. Это трамвайная линия у нас здесь находится. Мебельная фабрика. Мечта с левой стороны. Да, я прям удивлен. Это вот все. Новострой. Город разрастается очень быстро. Я, в принципе, когда впервые попал в Евпаторию, был, ну, сначала набережной, ну, как везде, как бы, ничего такого необычно. Потом, когда я проехал в город, увидел высотную застройку, увидел, насколько большой город. Я прям, ну, вау. Мне Евпатория понравилась очень. Ну, и сейчас мы с вами немножечко покатаемся и посмотрим по сторонам. Дома, сигналы, все как везде. Я что-то отвык от такого количества машин. Мы проходим в правую сторону. Здесь какая-то рыночная территория находится. И город живущий большой. Вот он в конце устроен. Там тоже новый дом. Каркас закрывают пеноблоком. Заправочки тоже большие есть. Мы так немножечко по объездным пытаемся добраться к набережной. Вот тоже новый жилой комплекс, пожалуйста. Заезжай, живи. Вот строительство нового дома. Как же все быстро. Плюс тут какие-то быстро возродимые панели, я так понимаю, по ним поддаются. Хотелось бы показать, какие проспекты широкие, с тротуарами, с освещением сразу закладываются под развитие города. Вот где у нас в Анапе такой же. Я видел такой же, когда был в Курске. Новый район. Сначала строятся большие транспортные артерии. Потом все это застраивается. А у нас почему-то строят и все ближе, ближе, ближе. Оставляют одну дорожку и мы стоим в пробках. Кольцо, пожалуйста. Дальше заправочка. И уже подвод коммуникации. Грамотный подход к планированию территории. Хотелось бы, чтобы в Анапе так же было. Сены на Атане в этом районе. Мы обратно возвращаемся в Евпаторию. Потому что немножко проскочили поворот. Видно, что здесь раньше были какие-то промышленные зоны старые. Их потихонечку сносит. Хотя вот котельная вроде бы работает. Из трубы дымок идет. И застройка новых территорий. Где-то 100% школа. Добро пожаловать вам, пожалуйста. Написано. Большая. Трехэтажная. Новая. С правой стороны мы видим еще одно новое здание. Тоже построенное. Детский садик. Сразу рядышком он с детскими площадками. Дорожник тоже. Вот он. Развитие территории. Новая инфраструктура и всего. Новые районы растут как грибы. Еще раз говорю. Широкие. Четырехполосные дороги. Улица 60-летия. ЛКСМ. Здесь у нас как раз пересечение с трамвальной линией. И вот такие красивые здесь. Это отель, здания стоят. Симпатично смотрится. Это вот советская постройка с левой стороны. Так вот все развивается и выглядит. Привлекательно. Причем это новое. Постепенно заезжает бизнес в эти здания. Я никогда не видел таких пестрых домов. Просто обычно в один цвет. Вау. Тут еще какая-то площадь с часами с башней. Прямо такое. О, очень классно. Но это советские строения. Тоже по-моему школа находится еще одно. То есть подряд уже второе. Интересное размещение кондиционера на таких как воздушных балконах. Они стоят прям сверху. Если ты вышел, то кондиционер может быть сидушкой даже. Прикольно. Тоже вот широкая улица ушла. Здесь кольцевая у трамваев. Я кстати помню на трамвае катался в Евпаторе. Мне понравилось. Мне тут стоили как-то недорого. Если помните сколько, ну или сколько сейчас на площади то что. Здесь тоже вот едем по крайней районам. Попробуем пробраться именно в самый центр такой. Самый старый город. И посмотрим как там сейчас выглядит набережь. Напомню там когда-то шла реконструкция. Может быть уже даже завершили. Этот трамвай совсем не похож на те, на которых я катался. Прям красивенькие, классные. Там были просто старые такие советские. Ну и тут уже вау. Прям позавидовал. Радуюсь, что везде идет благоустройство. Везде идет строительство. То есть нигде ничего не остановилось. Все продолжает развиваться. Вот что творит Россия. Вроде бы у нас и СВО и все это рядышком происходит. Как бы все это прочувствовали. В то же время везде идет благоустройство. Везде идет работа. Молодцы. Нет слов, что, как говорится, развитие везде продолжается. Потому что для многих людей это тоже очень важно. Для меня лично хотел, чтобы люди чувствовали, что надо и помогать нашим ребятам. Помогали им гораздо более активно. Но и в таком формате, что государство продолжает свои обязательства. Ничего не остановилось. Все наоборот. Только усиливается, работает. Это не то, что не может не радовать. Это очень сильно мотивирует на дальнейшую жизнь. Красиво, симпатично. Везде идет какое-то благоустройство. Ничего по-другому ничего не скажешь. Теннисные корты тоже проехали. Здесь парк. Благоустроено вот влево, видите, тоже проспект. Я на этом проспекте был, сто процентов. Потому что запомнил такая прогулочная зона по центру. И по бокам две дороги. С левой стороны у нас трамвайная линия. Проспект Ленина. Остановочные комплексы большие. Это называется Планета. Две звезды всего лишь такая большущая. Тут море у нас рядышком. С той стороны тоже комплексно. Это, по-моему, жилые такие тоже большие построены. Про это мне тоже что-то рассказывали в гостинице. Тут Пуд магазин находится. И вот такая большущая-большущая. Но там идет реконструкция. Смотрю. Леса стоят или не идет. Не знаю. С этой стороны у нас жилые дома. Очень симпатичного цвета. Вот здесь заброшка. Надеюсь, что вот такая вот выборы президента России. Возле нее как раз таки замотивируют ее отреставрируют. Либо на месте что-то новое построить. Вот трамвай. Ну какие они красавцы. Прям. О. Если будут смотреть их по Таринице, напишите обязательно, ну как вам ездить на этих трамваях. Нравится или нет. Вот уже появляются такие более старые здания. По левой стороне. Я просто сам еду. Такой вау-вау-эфферт от города. Мне нравится. Потому что изменений вижу много. Вот это такое центральное номер. Парк развлечений. Да, вот я хотел сказать. Парк развлечений. Авангард называется. В правую сторону у нас улица Фрунзе прогулочная. Она ведет тоже к морю. Тут недалеко. Ну вот он. Парк развлечений. С колесом обозрения. Все, что наверное у нас. Там и Хинкало, кстати, у них тоже есть. Аттракциончики некоторые работают. И двигаемся дальше. Вот после пути. Вот смотрите какая аллея стала. Прям густо заросшая туями. Выглядит это очень красиво. Там лавочки, мусорки стоят. И новые здания строятся. Заменяемые на старые. Вот такие заброшки, как мы приезжали. Мы двигаемся именно в Евпаторийскую бухту. А здесь у нас везде можно пройти в принципе к морю, к набережной. Так что любители, как говорится, больше гулять вдоль берега. Они нам скажут, что это вы на машине катаетесь. Нет, мы все пешком прошли. Ну мы как бы неплохо так уже работали километров. Ого. Поэтому пожалейте нас. Какие красивые здания мимо проносятся. Так вот эту я помню площадь кинотеатра. Ракета. Здесь у нас памятники стоят. И я вот откуда-то оттуда выходил, насколько я помню. Здесь прогулочная зона. Это здание театра. Тоже очень красиво, атмосферно. И здесь, посмотрите, какие здания просто фантастика. Вау. Вот тут прогулочная улица тоже к морю ведет. Там тоже красивые дома на ней есть. Сейчас мы где-нибудь уже остановимся и пойдем с вами погуляем. Это Эвпатория. Это сквер имени Ленина с правой стороны. Красивое старое здание. Колокольный звон. Ремонт мы можем увидеть здесь. Прямо идет улица. И много-много домиков таких красивых, стареньких и привлекательных. Везде сквер, зелень. Скоро розочки распустятся, остановки. История этих мест, конечно, но вообще захватывающая. Красавчик. Еще так только разъедетесь, пожалуйста, с этим трамваем. Или трамвай не объедет. Парава туда можно отдавать кабуку. Вот так и говорится. Ой, как красиво. Вообще красавчика. Трамвай еще. Мы едем к скверу Караваева. И там паркуемся, посмотрим, какую длительную набережную. Сейчас я пытаюсь вам как можно больше показать интересных домов с колес. Потому что все-таки, когда снимаешь пешком, занимает больше времени. Возможно, глаз такой замыливается, устает смотреть. Вот так вот можно. Здесь вкусные сыры я покупала. Вот сыр. Прям вкусные-вкусные. Крымские сыры. Если вдруг будет невкусно, пишите Елене или звоните ей. Говорите, что Елена, зачем вы нас наедали. Отдавила. Здесь еще одно такое красивое здание. Какой-то театр похоже на первом этаже. А тут что-то сквер Караваева. Куда-то мы не туда приехали. Реконструкция. Не, я понимаю, что мы на месте, но реконструкция, по-моему, здесь совершенно не закончена. Я еще, когда здесь гулял, здесь этого забора не было. И можно было прогуливаться по набережной. Сейчас, получается, полностью все закрыто. И туда даже не пройти, не посмотреть. Вот так вот. Приехали мы в старый город, на старую набережную. Так, пишите, если вы знаете, когда это закончится. И можно будет гулять еще по супер красивому, прекрасному месту. Мне будет интересно. Это из минарета звуки зовут на молитву. Прям, когда у нас в Анапе этого нет, здесь услышать это очень, как сказать, неинтересно и незначимо. Вот прям классно так подписано. Туристический маршрут Малый Еруссалим. Можно сходить. Остановочка красивая. Ну, самое важное, ребятки, здесь с левой стороны находится сквер воинской славы. Далее через дорогу можно сходить прогуляться в сквер Ашик Умера. Джума Джами стоит мечеть, откуда мы, кстати, с вами слышали минорет. А дальше чуть-чуть стоит собор Николая Чудотворца. Для меня вот всегда то, что вот на набережной, да, вот здесь морюшко должно было быть видно. Если бы не этот забор, который реконструируется вроде как, закрывает, то он был бы очень красивый. В общем, мы сюда приехали зря. Надо было в тех местах, где проезжали, там прогулочная улица Фрунзе была, пойти прогуляться на море. Но именно отсюда как раз таки пешеходный маршрут Малый Еруссалим. Места прям вау. Здание между церковью и мечетью тоже выглядит там очень красиво на заднем фоне. Посмотрите, как красиво тоже обкапывают и сразу сквер преображается. Здесь, в общем, звуки игры в домино от мужчин. Попробуем заглянуть, что там ждет в дальнейшем. Как будет выглядеть реконструированная набережная. Смотрите, ну тут прям немного осталось. Какой пляж разровняли. Вы только посмотрите, как это красиво все смотрится. Вау. Ну, я думаю, не зря ждут. Потому что все чинно и красиво. Но очень долго. Ну, ладно, это уже второстепенно. У нас тут пока поворот не туда. Поснимаем улочки. Просто что-то пропало опять связь с GPS. Очень часто это бывает и в Паттории. В общем, к сожалению, такие вот узенькие, конечно, маршрутики выглядят привлекательно. Мы попробуем куда-нибудь к парку Фрунзе пробраться, чтобы там прогуляться по набережной. Так как здесь, ну, такой возможности не имеем. Тоже очень старая застройка местами. Где мы шли? 18 улиц. Если вдруг вам интересно, где мы двигаемся по Экватории. Таким, прям. Машки бац, за угол ушло. Я просто привык, что у нас город квадратный. Мы все населенные пункты такие строят. Здесь прям удивительно. Так угловые, там по диагонали улицы приходят. Как только они идут. Краевского прям называется улица. Вау. Прям такой вау, да? Очень интересно. Где Машево все еще у нас? Нам надо на центральный аквапарк. Зачем? Поехали как... Ну, туда можно. Вон туда вот налево, я думаю. Или прямо. Поехали, поехали. Не стоим. Вон туда. Вон туда. Вот за этой машинкой. Точно. Стоп. Поехали уже. Елена, да. Это пипец просто. У меня московские номера. Мне простите. Так, я не буду это комментировать. В общем, мы как-то едем, ребята. Не комментируем. Поехали к морю. Сейчас вам все буду рассказывать и показывать. Теперь с правой стороны здесь имеется такой парк крымских... Крым в меня тюрьме называется. Много-много разнообразных фигурок, но туда нам не надо. Это улица Токарева. Вот Домик-2. Если вдруг вы хотите ориентироваться, в какое место мы как-то сами забрались. И выходим на набережную. Обратите внимание на широченную просто прогулочную улицу. С деревьев, зелени. Кафе, море. Такие вот арочные места. Тут можно посмотреть побережье. Только странно для меня, где тут выход. Немножко, конечно, требует того, чтобы отреконструировать. Но это все мелочи жизни. И здравствуй, морешко. Тут лебеди. Красота. И белокаменная набережная. Ну, узенькие, да, наверное, песчаные пляжи. Я их помню более широкими. Наверное, после шторма века здесь такие изменения. Есть небольшие разрушения. И берег немножко тоже видоизменился. Множество разнообразных кафешек. Как Елена говорит, тут какое-то сакское мороженое продается в магазине. То есть это очень вкусно, должно быть очень классно. Набережная имени Горького. Называется, но это так, чтобы местные жители меня не наезжали. Это было часто критикуют. Сейчас еще вспомните места, где я отдыхал. Кофе-кот. Здесь у нас Михаил Горький. Под ним есть фонтан. Летний период работы. Дальше у него столовая. Туалет, пожалуйста, функционирует. И выход на пляж. Давайте к морюшку подойдем просто. Что самое важное на всех набереждах, это подойти к морю. Самое главное, купание запрещено. Из-за холода такие запреты. Или еще можно из-за чего-то ограничения. Так, я помню, вон то здание возле него. Тут и дальше гулял. Сейчас, конечно, берег моря. Тут выглядит отручающе. Но думаю, что песок завезут. Либо как разровняют и изменят это все. Территорий пляжей должно быть больше. Ну и море. Здравствуй. Голуби. Какие-то водоросли. Тут дальше лебеди. В общем, все, что вам надо на море есть. И это все есть в Евпатории. Тут лебеди прям вдоль берега плавают и охотятся на людей. Кто подходит к берегу, смотрит, будет что кидать или нет. И сразу его атакуют. Прикольно у них тема. Елена страдает от того, что не работают ее рестораны. Терраса, говорит, вкусно было. Терраса. Реклама везде, короче. Ее нельзя выпускать. Она просто все рекламирует подряд. Куда-нибудь зашла, говорит, там вкусно. Я хочу вспомнить... Хорошо. Расскажите, пожалуйста, Елена, какую пиццу мы вчера ели? Ой, мы пиццу ели прям изумительно чудную. На томатной основе 4 сыра. Сыр был копченый. Юра, такую пиццу в Анапе нет. Она съела один кусок своей пиццы и больше есть не стала. А я сожрал все. Это была пицца-шутка. Ну что? Только денег стоило она. То есть смотрите, парк миниатюр, там реставрация идет. Когда-нибудь мы обязательно и в него, наверное, сходим. А сейчас можно вот со стороны заглянуть. Мы увидели с той стороны сбоку. Слушайте, ну как много людей гуляет тоже. И, конечно, в Анапе было больше. Но у нас набережная, наверное, в формате поуже. Поэтому и кажется больше. Здесь, наверное, также. Это при том, что сегодня вроде он уже тоже не выходной день, да? Пятница. А, хотя сегодня предвыходной. Прям вот вкус курорта, да? Да. А вот отсюда вход в этот парк миниатюр. Альпийская роза называется. Прям вот как в Анапе, но не в Анапе. Ну симпатично, вот широко, да? Симпатично, да, очень симпатично. У нас такую же набережную можно было сделать непосредственно от речки Анапки и в сторону. Но у нас, в принципе, там хорошая набережная. Я не буду наезжать. То есть, ну, деревьев, да, у нас нет там. Зелень. У нас нет, это какой-то частоты всего. Вот там. Много-много-много? Да, да, да. Здесь же вот отступлено. Меняются здания, архитектура какие-то, что-то. Какой-то сферик. А может, мы просто зажрались и у нас тоже все красиво, а здесь просто новое и поэтому так кажется? Ну конечно. Нет, просто здесь очень много лет этой улицы набережной. То есть, покун веков здесь дом моря, она обживалась. Конечно, тут истории больше, поэтому и зданий больше. Лечебно-здоровительный комплекс Победы. Вот шашвычная. У Володи, пожалуйста. Шашвычок на вынос. Не хотите шашвычок на вынос? Нет, я не ем мясо. О господи. Я больше с ней никуда не поеду, она мясо не ест, ребята. То есть, это просто жизнь. Там, кстати, пирс есть, на пирс можно выйти. Тоже красивая гостиница, наверное, на берегу моря. Астерос называется. Лаунж-пляж в ту сторону. Допустим, у нас всегда возмущаются, когда ты идешь по набережной и не видишь моря. Для меня это плохо. Тут туалет подключили, чтобы была светлая такая надпись, и люди туда шли. Класс. Вот очередной выход между зданиями на море. И с них оттуда люди возвращаются. Там даже под навесами можно посетить на берегу. Столовая номер один, но тоже ведь и закрыта. В общем, Елена сегодня останется голодной, мне кажется. Нет, мы найдем что-нибудь вкусное. Классная статуя мальчика Ери. Красиво смотрится. Майки, по-моему, везде продавите, светяшками. Тут такой прям выбор магазинчиков. И почему все работают магазинчики. Пожалуйста, уличные музыканты. И это улица Фрунце прогулочная, которую мы видели с той стороны, куда проезжали. Здесь даже работают разные заведения. Юра, пожалуйста, работай для нас ресторан. Можно покушать? Да, я думаю, я могу есть. Счастье. Есть куда потратить деньги, господи. Вон, кава-банга. Смотрите, тоже классно. А то вот суши-ролл. Не хотите пойти еще раз попробовать? Нет, нет, нет. Это вчерашнее меню было. Хватило. Из целого ролла с огурцов. Сколько было съедено? Ну, штучки 3-4. В общем, аккуратно заказывайте пиццу, пожалуйста, и роллы, ребятки. А то можете не поесть. Еще кофейня Прокофьев работает. Что-то у нас разбалованный просто. А, да, Юра у нас разбалованный. Слушайте, ну, пицца с сыром, без вкуса сыра, это, конечно, сильно. Без вкуса тех креветок это было вообще... Я не знаю, как можно было испортить тигровые креветки. По улице Фрунзе мы уперлись в ремонт тоже. Я думал, что здесь будет все работать, но, в большом сожалению, нет. Просто знаменитая статуя Геракла, отдыхая еще на берегу моря. И к ней сейчас не пройти. Видите, набережная здесь реконструирует. Очень красиво все это смотрится. Здесь тоже некоторые заведения работают. И вот смотрите, я просто когда был, я видел вот такой вот ширины пляж, и поэтому я удивился, что там такая тоненькая полосочка, где мы вышли в том месте. Лебеди куда-то плывут вообще в закат. Закат действительно впереди сегодня будет, но тут он неудобно. Немножко солнце садится, мы не увидим. Я пока в Крыму приятное с полезным собрещу. Вот в Крымской косметике есть очень хорошие натуральные шампуни, твердые как мыло. Там прям очень натуральный состав. Я пользуюсь уже два года такими шампунями, и обязательно я пойду. Это не реклама. Пока, господи. Как хорошо, что я, наверное, один. С этой стороны мы видим парк аттракционный, у которого проезжали. Там колесо обозрения стоит. Тут пока маршрут такой печальный. И вот, пожалуй, старочная конструкция, как она выглядела облезла после шторма. То, что там и сейчас восстанавливает, это прям круто. И спасибо большое всем, кто, как говорится, к этому причастию. Ну, и береговая линия сейчас вот так вот в этом месте. К лету, я думаю, все восстановлю. Тем более мы видим, что работы везде ведутся. Дальше уже территория перекрыта, туда не пройти, наверное. Не ошибаюсь, это называется какой-то пансионат либо санаторий «Золотой берег». Ну, и с красивым закатом. Такой вот вид немножко разрушенный. Тут же рядом реконструированная набережная и пляжа Феодосии. Там, конечно, печально, где немножко песка не хватает. Тут же, я думаю, все на своих местах, куда штормом пришелся именно в то место сильнее всего. Мне тоже надо помыться. Сейчас у меня плохо пахнет. Нет. Это не в этом дело. У меня есть подарок для Юры. Шампунь с грязью Саковского озера. Пивной мужской. Вот. Вот. Пиво, дрожжи полезно для корней. Все хорошо. Вот тебе. Вот тебе подарочек с нашей поездки. Спасибо. На памятник. До чистой головы. Спасибо. У меня грязная очень голова. Я прям смотрю. От души. Требуешь ухода. Спасибо большое. Всего, всего доброго. В общем, Елена хочет потратить денег еще. Идем. Так, ребятки, прям заведение такое красивое. Очень общительные официанты. Атмосфера здесь прям так и располагает к тому, чтобы поесть. Я взял себе борщ. Борщ стоимостью здесь 280 рублей. И пельмени вышли 360 рублей. И чаечек мы взяли имбирный. А у меня есть такое меню на двух сторонах. Только салат грузинский. При условии, что берут мясо курицы. Это будет смешно. И вариант греческого салата был для меня. Потому что я не ем рыбу и мясо. А здесь есть еще гарниры. Можно картофель фри взять. Картофель по-деревенски. Пюре, рис, басмати. Да. Придется, наверное. Салатику. Ну просто, на самом деле, это же как бы нормально будет салатик и что-нибудь поесть. Так, ребята, ешьте все и не берите никогда с собой. Никуда женщина, которая едет мясо, яйцо. Что еще? Мясо, рыба, яйцо. Как можно рыбу не есть? Ладно, я от мяса даже могу отказаться. И морепродукты, креветки, мидий в том числе. Все такое. Что вот тут? С одной стороны, выгодно, с другой стороны, это проблематично. Очень выгодно, Юра. Слушайте, салатом прям Елену порадовали. Я что-то тоже думаю, что такое салат ты заказала? Это салат? Без курицы. Еще хотели мне что-то заказать, типа картошки фри какой-то. Это мой борщ. Такой салат, Юра, нам на двоих. Да хорошо ж не на троих. Борщу меня не спрашивали про сметанку. Очень порадовало меня это кафе. Мясо. Надеюсь, что очень вкусно. Сметанка, зелень. Красивый цвет. Слушайте, по борщу прям очень вкусно в этом заведении. Пельмени, честно, ну, конечно, как будто как украли. И в то же самую тарелку только помылись. Нет, это большая тарелка, Юра. А так, раз, два, три, четыре, десять, Юр. Это много? Ладно, мне в любом случае хватит. У меня большого-большого. Я довольна. Она защищает все заведения. Факшируем это все. Кстати, вкусно было и салат или не понравился, и пельмешки были домашние классные. Вообще за что? Еще сверху. Ты че молоко? Ты че молоко, сакское мороженое. Сакское мороженое очень вкусное. Несмотря на то, что я фанат нашего кубанского коровка с кореновки. Но это бомба. Господи, куда меня только лезет. Я еле дошел до сюда. Это мороженое не для слабаков, Юра. Пусть слабаки не могут есть мороженое после того, как съели борщ и пельмени. А Юра может. Это точно. Путешествие можно потихонечку заканчивать. Потому что, в принципе, то, что хотели, посмотрели. Единственное, сейчас еще Елена вам расскажет, в чему она про эти участки рассказывала. Что предлагает, чтобы вам было более понятно. Идея, что вы ответите ей спасибо и так далее. Потому что благодаря ей мы попали в это путешествие. И кормила, и спать уложила, и сюда привезла. А мы с вами наслаждались этими крымскими красотами, дорогие друзья. Для чего вообще было это путешествие? Это увлекательное путешествие у нас с Юрой получилось по моей, конечно же, просьбе. Дело в том, что я уже больше года занимаюсь крымскими землями, изучаю западный берег Крыма, где есть очень хорошие перспективные возможности по развитию именно этого региона. Западный Крым. Много федеральных программ здесь будет в жизнь воплощаться. Большие бюджеты выделены. У меня очень много сейчас информации, новостей есть, с которыми я могу поделиться, если обратитесь кому интересно, лично ко мне. В общем, западный Крым входит в федеральную даже программу «5 морей и озеро Байкал». Поэтому здесь, на западном Крыму, есть большие пляжные территории, которые подлежат освоению. Мое предложение сейчас – это возможности. Возможности, которые могут сейчас дать любому человеку для развития, например, своего бизнеса на западном берегу Крыма, для инвестиций возможностей, как инвестировать, например, свои свободные средства в этот очень перспективно развивающийся регион. Дальше возможности для какой-то идеи или какой-то мечты, которая, возможно, жила вот в душе, и очень сильно хотелось, особенно из каких-то отдаленных регионов, быть поближе к морю, к теплу, к этой жемчужине. Она всегда была жемчужиной, Крым – жемчужина России, нашего побережья. Но сейчас это можно сделать за очень доступные деньги. То есть возможности материальные сейчас здесь, я считаю, доступны каждому. Земельные участки по 6 соток, либо это по гектарам взять сельхозназначение земля, но она сейчас имеет очень большую перспективу, и законопроекты меняются по поводу использования сельхозземель. И даже в первом чтении Госдумы в январе приняла закон о разрешении размещения туристов на землях сельхозназначения. То есть сейчас возможности огромное государство дает для людей, но просто мало кто об этом знает. Но так как я погрузилась в эту историю и в эту тему, мне очень хочется делиться с людьми, давать им возможности развития, роста для себя, для своих детей, для будущего этой страны, этого замечательного места, которое с очень уникальным климатом. Сухой морской климат на Западном Крыму, он уникальный. Такой климат есть только в Испании. На этом именно побережье очень комфортное для легочников, и поэтому даже в Министерство здравоохранения здесь тоже есть федеральные программы для развития именно здоровительных центров, не просто туристических объектов. Но туристические объекты, поверьте, здесь будут расти как грибы, как сегодня. И вчера мы с Юрой снимали репортажи, как все изменилось даже за эти несколько лет. Я предлагаю пользоваться этими возможностями. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Я с любыми вашими запросами отработаюсь самым лучшим образом. Поверь, кто меня знает по другому моему направлению бизнеса. И сталкивались со мной, уже понимают, что я делаю только то, что люблю. Я делюсь всегда с людьми искренне только тем, во что я верю. И если бы я не верила в то, что я сейчас говорю, я бы никогда не сидела здесь и не говорила вам бы и не делилась этими возможностями, которые есть у меня. И мне хочется привлекать очень хороших людей к этим замечательным возможностям. Поэтому приглашаю вас всех в это освоение западного Крыма. Давайте будем вместе стоять у истоков чего-то очень сильно грандиозного. Бюджет выделен 105 миллиардов для развития Крыма и Севастополя на этот год, на следующий 106 миллиардов и на третий год 110 миллиардов. Представляете, как наше государство сейчас будет вкладываться в этот регион? Но у меня мурашки. У меня у самой есть очень замечательные проекты, идеи. И как только все наладится и все придет в другое состояние жизни, я уверена, появится очень много идейных людей и тех людей, которые захотят здесь создать что-то, нечто интересное. И при этом трафик наш туристического потока, он будет максимально комфортный, потому что еще строится дорога очень хорошего, удобно через Ростов-Таганрог на новой территории западный берег Крыма. То есть даже не всегда нужно будет ехать на Крымский мост. И это тоже будет привлечение дополнительных туристических потоков на это побережье. Очень много могу говорить про это. Но самая главная суть это то, что я очень рада, что я этой возможностью сейчас с вами делюсь. И я буду очень ждать себе в личку, пишите, Юра оставит телефон, пишите все свои вопросы, пожелания и предложения. Очень чутко отреагирую на каждый ваш запрос. Я все-таки мечтал завершить сегодняшний сюжет видом заката, потому что мы успевали сделать это все. Но к большому сожалению закат ушел в тучки. Вот такое вот окошко оставила нам природа. Но оно выглядит тоже великолепно. Мы на пляжах Роял. Здесь музыка, музыкальные что-нибудь так называются. Глэмпинги в Поторе. Это вот озеро объехали. И здесь тоже пляжики, которые очень нравятся всем нашим дорогим отдыхающим. И я решил, что подойдем к морюшку, посмотрим на него и в любом случае получим удовольствие. Красота, друзья. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Дай Бог, чтобы у всех были такие возможности. Крым манящий. Я рад, что я побывал и показал вам всю эту красоту. Надеюсь, что мы еще приедем. Если что, еще раз говорю, поддерживайте донатищи. Мы собираем денег на поездку. Сейчас купим палатку и отправимся в долгие путешествия по Черноморским побережьям. Хочется наслаждаться и чтобы снимать как можно больше интересного контента для вас. Тем более, ваша поддержка есть, она чувствует. Я от души вас всех. Ребята, благодарю, кто и девчули развлекаются. Может быть, найду себе действительно какую-нибудь попутчицу, кто захочет тоже наслаждаться этими моментами. Как и я. Я на дно надеялся, но на все, чтобы не по пути нам снять. И будем любить и радовать море. Оно нас. И все будет прекрасно у нас. Тут, посмотрите, на пляж выкинул такие вот камушки. Красивые. Там дальше под ними песочек. Море волнуется. Ждет. А приедете ли в этом году? Будете ли здесь отдыхать? Держим кулаки за вас, наши дорогие ребята. Спасибо вам и за охрану Крыма. Спасибо вам и за то, что вы, рискуя своей жизнью, делаете, чтобы над нами было небо чистым и мирным от души. Ну и немножко моря. Только не с этого места, а с косы Беляус. Спасибо большое, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все. До новых встреч, как говорится, в Новом году. И бурю эмоций, удовольствия. И напишите свой комментарий. два дня съемки два дня монтажа для вас вот такой замечательный закат на наших полянках Продолжение следует...